А у нас, что не сплошь, одни Мауриню. Как в Гродно находят этих кыргызских талантов? Судейские ошибки повлияли на результат матча. Долг городу. Отдали и ничего не отдали. Стимулированный момент был во все времена. У нас есть вообще шанс, что в следующем году лимитов уже не будет? Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на очередном выпуске «На банке». Шоу «На банке», шоу про футбол с футбольными гостями. Сегодня для вас, как всегда, мы. Даня Дыдкова, Виктор Кущинский, Михаил Горнак. Ну и, дорогие друзья, сегодня у нас выездной подкаст. Сегодня мы в гостях у человека, которого расхватывают на цитаты, куда бы он ни приходил. И мы надеемся, сегодня тоже так оно и произойдет. Человеку, благодаря которому или из-за которого матчи Лиги Конференции, которые показывались на «Беларусь 5», могли быть с плашкой 18+. Игорь Николаевич Ковалевич. Игорь Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Николаевич, ну мы выбрались к вам. Спасибо большое, что приютили. У вас просто, ну мы зашли, дом-музей, понимаете? Да, атмосфера. Ходим, смотрим, может быть, подснимем немножко, вставим вот эти вот кадры. Это все, что за карьеру собрали? Или это только часть, все не помещается? Ну нет, не было такой цели собрать. Ну что-то было где-то. С какими клубами играли, как игроком, сборную тренировал и так далее. Ну, память на турнире, когда вот в Питере играл, здесь сам молодежный сборный играл. Ну это все что-то связано с поездками какими-то. Очень много здесь всего связанного с Неманом. То есть Неман в вашей карьере это 2016 и по сей день, а также 2001-2003. Да. Вот как раз-таки давайте мы поговорим сейчас, наверное, с Немана, начнем немножко, а потом уже начнем с актуальных событий, а потом вернемся и к вашей карьере. Последний матч. Динамо-Брест. Во-первых, с победой. 3-1. Я когда смотрел, ну, точнее, как бы ждал-ожидал матча, такой, захожу что-то в Телеграме, листаю-листаю, смотрю типа там. Фонбет, да. Ставка Total 2,5. Победа Неман. Думаю, нет, надо ставить. Надо ставить. Ставлю. 1-0 вы в первом тайме летите. Такой, думаю, так. На своих любимых, гродненских, родных, земляков поставил, а тут как будто проиграю. А потом смотрю, раз, два, три. Отлично. Фирменные ваши празднования и, собственно, тот результат, который нужно было сделать. Но вы в комментариях сказали, что Динамо-Брест вот ехала за победой. Ну, это не я сказал, это новый главный тренер сказал, который назначили. Он сказал, мы едем в Гродно за победой. В принципе, он, наверное, все-таки такими словами немножко мотивировал команду. Ну, хотел поддержать, наверное, да? Я им дал почитать, что вас сказали, что ладно, там можно не уважать тренера и так далее. Тем более, там полтора часа работает главным тренером, поэтому ему еще за победами ездить рановато. Надо немножко освоиться, пока начнет с поражений. Потом постепенно будут победы. Пока ему надо научиться работать, а интервью потом научиться раздавать. Ваш жест такой какой-то был своеобразный после гола. Он был ему направлен? Да, ничего не он. Никому его не направлял. Нет, Мишка, но если ты посмотришь, этот жест уже фирменный, понимаешь? Потому что это не из этого матча. То есть, это, если не швейс-лиги конференции уже пошло. Ну, что-то пошло, что-то было. Эмоции? Да, скорее всего, да. Ну, Брест всегда принципиальные игры. Так сложилось. Есть в Беларуси несколько таких пар. Вот, как я играл в Белшине. Это Белшина, Днепр, Витебсного полоса, Динамо, Батея. Ну, дерби. Дерби такие. Ну, и, конечно, Брест. Они со времен еще Советского Союза всегда, когда играли во второй лиге. Всегда Брест. Западная, это западная дерби. И дерби себе. Хотя Брест хороший город. Меня несколько раз туда приглашали. Вот. Хороший город. Там мы, на самом деле, очень серьезные болельщики, которые поддерживают, очень хорошо поддерживают команду, понимают футбол. Ну, думаю, что у Бреста все будет хорошо. Но вы же играли в Бресте тоже в начале карьеры практически. В 92-м году, да. Да, да, да. Когда была Брестская команда, вот ее тренировал Юрий Курненин. Вот у меня там есть портрет Брестской команды. В чем, скажем так, соль Бреста была, в принципе, как и сейчас Гродно. Там 90% играли Гродницких, вернее, Брестских воспитанников. Или Брестской области. Хорошая же школа в Бресте. Брестской области в Барановичах, и в Пинске, и там из других регионов. Вот Васич и Грикович. То есть в Брестской области, конечно, если создавать команду с небольшим бюджетом, а у нас тогда в Бресте его вообще не было, но был замечательный тренер Курненин. К сожалению, его там некрасиво брали просто после бронзовых медалей. То должны опираться в большей степени на своих воспитанников, что, в принципе, делает Гродно. А что вы скажете по поводу самого матча? Потому что, да, Брестская Динамо – это, в любом случае, смена тренера. Хоть там немного он в коллективе находится, грубо говоря, из дубля поднимают. А вот эта вот стряска тренерская как-то помогла Бресту, либо команда вообще не впечатлила? У нас так получилось в этом чемпионате, что мы два раза играем с Брестом, два раза, когда меняют тренера. Мы первую игру играли при новом тренере, когда Саша Веревич принял команду, Игоря Кривушенко убрали. И сейчас убрали Сашу Веревича и опять перед нашей игрой. Мы его раза выиграли 3-1, и оба раза пропускали мячи. Но мы оба раза играли сильнее. Второй тайм вообще в этой игре показательный. В первом тайме мы немножко так, не то что не разобрались. Не совсем получилось то, что хотелось, хотя и играли-то с преимуществами моменты были. Ну, конечно, не было никаких сомнений, что мы обыграем Брест. Вот, поэтому мы просто посильнее выглянем. Вообще, в целом, можно сказать, что в этом сезоне Неман очень стабильно играет. То есть, есть результат, и в каждом матче практически Неман считается фаворитом. Вам так не кажется? Ну, почему фаворит? Ну, мы, исходя из тех людей, которые есть, все-таки команда сохранилась. Мы играем, видите, какая ситуация? Мы играем-то не лучше, чем в прошлом году. У нас была в прошлом году большая проблема с ротарской позицией. Большая проблема была с лимитчиками. Ну, ее надо было по количеству создаваемых моментов. Мы, наверное, ну, надо посмотреть индексы. Плюс-минус, мы где-то и в прошлом году по той игре, которую показывали, должно быть где-то ближе к пятерке, четверке, может быть. Вот, ну, так получилось. У нас 14 ничьих, из них на самом деле 12 выигрышных. Такие мы матчи отдавали просто, что уму не постижило. Полтора раза ударит по воротам, гол забьет. Но Белшину 2-0 вели там на 80-й, на 85-й, там угловой какой-то раз забили. Еще Белшина 3-й могла забить. То есть количество созданных моментов у чужих и у своих воротам, может быть, разное, но оно не отражает, кто кому забил гол, правильно. Так и Брест забил гол на 20-й минуте, они там подошли к воротам, забили гол. Ну, там, кстати, Миша еще мог забить в контратаке, когда споткнулся. Мы в атаку, конечно, заставляем соперника обороняться, мы со всеми играем с позиции сил. И, может, не всегда это оправдано с такими командами, как играли Динамо Минск. Но мы хотели, вы знаете, когда есть в команде ментальность, то не хочется ее ломать. Мы изначально знали, что когда играли с Динамо Минском, у них будет свободная зона, потому что мы будем играть в атаку. Потом можно рассказывать, что, вот, как эти время футбола, там, Соловьев говорит, что отдала в Динамо Минск, там, не отдала инициативу. Мы их заставили играть без мяча. Кто там, у них мяча не было, кто там отдала. Не били вперед, там, бежал Морозов. Ну, конечно, Морозов по скорости сильнее. Ваня Садовничев, как ни крути. Если высоко линия защиты поднята, ну, выбить мяч, он убегал от него. Понятно, что мы не дали бы Динамо пространство, если бы сели. Но если бы мы сели, значит, мы бы не играли в свою игру. Был такой, или есть. Вот ему недавно было 70 лет. Евгений Петрович Шабуни, я когда играл в Бобруйске, у него была простая установка. Играем в свою игру. Если не будем играть в свою игру, нам будут копцы. То есть, фактически, если бы вы стали играть от обороны, могло быть еще хуже? Ну, не то, что хуже. Ну, просто другой рисунок был бы. Не дали бы Динамо разбежаться, там, хуже, лучше показало бы время. Выбрали такую тактику. Вот примерно, наверное, ошибка. В Динамо-то нет, вот ошибка была с целью, что мы все-таки хотели забить, и поставили Лыкулова. Это была тренерская ошибка. У нас было два варианта. При хорошей игре у них в гостях, это не то, что закрыться, но сыграть за линией мяча. И мы начали играть в прессинге. Лыкулов-то имел момент, но он приехал еще не готов был, скажем так, физически. Вот, и все-таки какие-то переезды. Там, вот, Ваня Варсович бедный на бусе проехал за это время 20 тысяч километров. Он возил туда Евдокимова, туда-обратно, за паспортами, там, за визами и так далее. Приехали на игру. Вот, поэтому... И потом левый край-то мы провалили, все-таки, целеопытная команда. И вскрыла там, где тонко, там и рвется. Поэтому разные варианты. Здесь, когда игра прошла, можно рассказывать все, что хочешь. Ну, вот, с Минском Динамо, вот, тот момент, первый гол, он, наверное, стал таким, возможно, ключевым. Потому что был план, Гродинск к ним довольно неплохо смотрелся, но вот не совсем удачная, наверное, игра на выходе Рудинка. И чуть пришлось уже перестраиваться, потому что Неман проигрывал, и все-таки надо было уже этот мяч пытаться отквитать. Вы знаете, мы не перестраиваемся. Хотя не мешало бы перестроиться, в общем-то. Когда вот даже с Динамо Брестом забили один, второй, третий, мы не перестраивались. Мы играли в атаку. Точно так и мы старались играть в атаку с Динамо. Поэтому этот гол ни на что не повлиял. Абсолютно ни на что не повлиял. Мы бы и так играли в атаку. Ну, хотя в Динамо-то точно не Сипович. Там семь человек или восемь прошли различные сборные, игроки национальные сборные. Там хорошая, очень хорошая команда. Вы отыгрались? Да, мы отыгрались. В принципе, гол назревал. Единственное, конечно, вот это надо было где-то, может быть, какая-то подсказка, чтобы после гола, ведь по статистике уязвимая команда становится после гола там семь-восемь минут, когда забивают и пропускают. Надо было это время, ну, скажем так, отсидеться, но не получилось. Через четыре минуты Динамо забил, поэтому... Вот еще вопрос по Неману, чтобы потом не забыть уже. Вот касаемо Шукурова и Аллы Кулова, как в Гродно находят этих каргизских талантов, потому что и один, и второй, но это реально гении, которые в полном порядке. Кто их привозит, возможно, или как, в принципе, получается их находить? Если вы спросите, кто привозит, то их привез Володя Осипов, есть такой агент, да. А Аллы Кулова, он приехал вообще в 18 лет, было ему или нет. Он закончил то ли академию какую-то турецкую, то ли что. Ну, это очень талантливый мальчик. И он через год уехал. А Шукуров, он тоже, ну, можно определить, у нас есть какие-то, скажем так, материал какой-то. Сначала присылает, мы смотрим. Искусство тренера, оно не в тренировочном процессе. Я учился точно не у ботаников. У меня были, скажем так, Юрий Курненин, Георгий Кондратьев, Рудольф Атамалян, Эдуард Малафеев, Вячеслав Акшаев. То есть люди практики. Это, вот как Курненин говорил, искусство тренера – это разобраться в человеке. Сейчас тренерский, как поставлено? Вот надо больше нагородить руководителя, что ты тренер, поставить там, как на этом самом, на конном ипподроме эти все фишки, столбы, там, лестницы, там, все что угодно. Но в людях надо разобраться, сможет ли с этого человека что-то получиться. То есть тренер должен оценить, или, скажем так, приложение на свой манер ведения игры, модельные характеристики. Сможет ли человек вписаться в то, что ты хочешь сделать. Поэтому, конечно, Малафеев, он же… Ну, я играл у Дарта Васильевича, вот. Не скажу, что там был очень разнообразный тренировочный процесс. Ну, он разбирался в людях. С грязью тоже. Открыл же Добровольского, Кирьякова. Семнадцатилетних пацанов, Олейникова. То есть он смотрит там, ну, мог, осыпаться, наверное, только в Горлукович, что не взял. А вот так, это, конечно, выдающийся тренер. Он сейчас там половинка сказочников рассказывает, как надо тренировать. Поэтому посмотрели, конечно, Лукулову. Ну, такого дремлинга у него. Его сразу забрали в Кайрат. Может быть, чуть рановато где-то. А Шукуров, Алимардон, он немножко поздний. Он все-таки тяжелее входил в команду, где-то с заменой. Там, если Лукулов, там 2-3 замены, это было четко видно, что это хороший крайний полузащитник. Ну, а сейчас, конечно, Шукуров лидер команды. Так, если там бывающая информация, не знаю, правда ли вы можете подтвердить, что Шукуров в свое время ездил на просмотр в Мадридский Реал. Не знаю, в какую команду, но по слухам. В Мадридский Реал? Ну, у меня нет другой информации. Он просто вам не сказал, что вы ждали. Ну, хороший парень, он стал сразу с козырей заходить. Николаевич, я не хочу вам, ну, говорить, но... А, ладно, я поехал. Так, в этом году Неман, как никто другой, далеко дошел до Лиги конференции. Никто, получается, из команд, там Динамо Минская вылетает в первом раунде. Ну, Батэ, понятное дело, там... Сетка хорошая. Сетка, просто ступеньками спускались вниз. Расскажите, тем более, учитывая вот этот ваш самый дальний выезд автобусный, когда вы поехали в Вадус, по ним, получается, да? В Лихтенштейн. Да, в Лихтенштейн. Первый, да. Потом вы там практически месяц оставались. Потом переезд в Минск, в Гродно вернулись на два дня, и потом снова обратно отъезд. Вот пару слов об этой еврокомпании. Ну, вы знаете, есть такая поговорка, если ты не можешь что-то изменить, надо принять. Понятно, что мы находимся в такой ситуации, что нам надо выбирать, как ехать. У нас нет на данный момент в Белоруссии своего поля. Ну, такие правила, по которым мы играем. Поэтому, как добираться? Руководство Гродно, я уже говорил, отнеслось вообще с пониманием, и нам было предложено несколько вариантов. Это ехать можно было и через Москву, и через Стамбул, лететь там и через Дубай. Как хотите, добирайтесь. То есть, Гродно пошло на все руководства города, на все уступки. Но самый простой и доступный, чтобы быть в команде вместе, способ передвижения, это, конечно, автобус. Ребята выбрали как бы на общем собрании, с тренерским штабом, кто постарше. Решили, что ехать мы будем на автобусе. Вот только и всего. То есть, подождите, был вариант с самолетом, и не один? Ну, как, но есть разные маршруты. Вот Васильев, он добирался через Дубай, Краснов через, потому что, ну, россиян не пропускали же, через Турцию. Да, вариантов-то много было. Конечно, прямого рейса не было. Но если нет прямого рейса, если просто подходить прагматично, то дорога через аэропорт, пересадки, опять же, слонятся по этим терминалам и так далее. То же самое на автобусе, там, любая остановка где-то. Ну, достаточно комфортно было. Там, в Польше переночевали, там, с 1800 километров до Лихтенштейна было. Переночевали, утром поехали. То есть, как бы, нормально все. То есть, проблем никаких нет. Стоял вопрос, как из автобуса выйти и начать играть. Потому что, ну, это все-таки сложно. Ну, мы же так прямо с автобуса ездили. Ну, понятно, что там надо было время. Больше там утром провели какую-то небольшую разминку, там, и так далее. Мы приехали за два дня до игры, вечером провели тренировку, на следующий день провели тренировки. Ну, нормальные молодые ребята. Ну, я не вижу тут проблем. Это не надо футбол превращать в какую-то науку. Я просто помню, знаете, что вот, ну, смотрел матч первый, очень внимательно. И первые 20-30 минут команда как будто не бежала. А потом как будто открылось второе дыхание, и вы просто полетели вообще. Ну, во-первых, я не скажу, что она не бежала. Все-таки Вадус очень серьезная команда, очень серьезная команда. Там, я не знаю, кто там говорил, что Вадус сохранил состав. Кто там Ходосевич в своей программе видел, что Вадус там как-то. Вадус сохранил состав, которым они играли год назад. В группе. В группе. В лиге конференции. Тренер поменялся, один человек ушел. Или там два человека ушло. Ну, хорошая команда. Хорошая команда. Там и легионеры. И они играют чемпионат. Пусть во второй лиге в чемпионате Швейцарии. Ну, хороший уровень. Поэтому, может быть, здесь все-таки какой-то отпечаток наложило, что все-таки мы первый раз. И надо уважать все-таки белорусский чемпионат. Мы поехали с девятого места. Они говорят, что у нас все плохо и плохо. Да ничего у нас плохого-то нет. Надо просто по-другому к этому относиться. Плохо, плохо. Они грустные. Многие там грустные. Кто ведет эти передачи, они грустные. То, что Неман далеко зашел. Им надо там крумкачи и так далее. Ну, это вопрос такой риторический. Кто за кого. Нет, вы правда считаете, что есть люди, которые расстроены тем, что Неман далеко прошел? Половину таких, когда я смотрю их передач, особенно что касается Немана и так далее. Всегда в жизни должно быть объективно. Как Ходосеев говорит, играл нам цели с нами в кошки-мышки. Ну, какие они кошки-мышки играли? Ну, поехали, четыре получили не в Макабе, но цели обыграл Боавиш. Ну, плести-то можно все, что угодно. Главное поставить лайки, чтобы было больше. Поэтому все сгодится. А так в Адус прошли. Достаточно очень хорошая команда. Там же легче было с Бальцана. И, говорю, можно было даже проходить цели. Но я вам скажу так, это мои сейчас мысли, что тяжело было бы в Макабе все-таки полтора месяца находиться вне дома. Это еще хорошо, что мы вернулись сюда и как-то перезагрузиться. Все-таки есть определенный отпечаток, где семьи и так далее. В общем-то, и фактор своего поля. С целью можно сказать, что не хватило где-то глубины состава, потому что не все были здоровы. Кого-то не было. И ребят были. У нас ключевая потеря была. Это перед целью Ваня Садовнич. Конечно, связка, которая наигрывалась с начала чемпионата, очень сильно прибавил Егор Пархоменко. И неплохо выглядели, скажем так, и Андрей Васильев, и Леша Лесчин, которые Ваню заменяли на этой позиции. Но все-таки два центральных защитника, они должны быть связаны. И у них очень хорошее понимание вот именно опыта и молодости. Вот это ключевая. Даже не потому, что там где-то и Савицкий играл под травмой и так далее, и там подобное. Это еще можно было что-то как-то залатать. А вот оборону, и особенно это вскрылось в последней игре, когда нам через центр были сквозняки, когда не было взаимопонимания. И, в принципе, это, наверное, самое главное наше, что не было внимания. А вы говорите про травму Паши. То есть именно поэтому он не играл в Мальте второй матч? Да. Потому что мы все ждали его. Во-первых, у него есть проблема. С Ахиллами на искусственном поле ему вообще противопоказано играть. Ну и он еще получил такую микротравму в первой игре с Бальцана. Хотя он там решил исход, когда забил первый мяч за счет индивидуального мастерства. Поэтому мы решили, мы знали, что мы Бальцана пройдем, исходя из того, что сыграем, пройдем по результату. 2-0 был достаточно комфортный счет. И легче было сыграть, ну, не от обороны, а поставить людей, которые, ну, больше на разрушение. Вот сыграл очень хороший матч, провел Андрей и Кима, вот он заменил. Ну, то, что надо было нам. Поэтому хотел Паша помочь, но решили не рисковать, и чтобы в каких-то дальнейших играх он пригодился. По Лиге конференции все понятно? Какое-то поздравление, вернулись сюда, не знаю, приемы, что-то? Ну, какой прием? Город управлял. Город управлял. Я знаете, Люк, что хотите делать? Самый большой прием – это уважение людей. Зрителей же не обманешь. Руководство было же в видеообращение губернатора, было в видеообращение мэра Андрея Валерьевича перед играми. То есть, ну, все как бы с пониманием. Мы знали, что мы представляем страну, знали, что представляем город, и, ну, самое большое – это, конечно, не похвала, это отдача Балеричков, когда в город приехали по приезду, в общем-то, никто нас не упрекнул в поражении 4-1, что, в общем-то, этот отрезок мы провели хорошо, и в знак того, что мы хорошо провели, это благодарность людей была. Ну, а когда вы приехали, были люди, или вы так приехали и вышли спокойненько? А как мы, я не понял, как мы приехали, мы на автобусе же не были. Да, здесь же не аэропорт, что, знаете, встречает. Да, назад была немножко тяжелее дорога. Там большая авария была в Чехии, там, наверное, часов в 7 заставили. Мы ночью приехали в 4 утра, поэтому, конечно, на автобусе тихо уехали, тихо приехали. И после этого у нас была игра с Гомелем, вот тогда была поддержка, когда уже команда вышла, очень большие, скажем так, и овации были. Ради чего это было? Так, Игорь Николаевич, ну, все задают вопрос. Долг городу. Отдали или ничего не отдали. Ну, вот это, вы знаете, тема. Ну, просто, чтобы уже, не знаю, закрыть, наверное, этот вопрос. И вообще, что такое Долг городу, в вашем понимании? Потому что мы спорили, это что-то типа педестала, первое-третье место, или это Еврокубки, что это вообще было? Ну, во-первых, конечно, это или педестал, или кубок. Тарас. Я приходил в команду в 16-м году, да? Если кто не помнит, напомню. Было 12 игр, 6 очков. Да. То есть, это была катастрофа. Очень просил меня прийти в команду Иван Варсович и Мячеслав Брониславович Гоя. Я тогда тренировал сборную Белоруссии молодежную. Конечно, это была полная катастрофа. И 12 игр, 6 очков. Ну, это было достаточно тяжело. Я неделю не мог согласиться. Ну, вот где-то Мячеслав Брониславович нажал на мои такие самолюбия, что ты был капитаном, играл и так далее, и так подобное. Вот. Все условия для Гродно, которые при мне, они всегда выполнялись. Вот, конечно, здесь команда с небольшим бюджетом. Вот Юргейчик там, он все время какие-то бредни несет о бюджетах. Я когда играл в Новополоцке, чтобы владеть информацией, ее надо знать. Мне вот так одна баба сказала. Просто узнать ее. Взйдет в Федерацию, если тебе интересно. Не плетешь, а бы что. Берешь заработную верность игроков основного состава. На этом все. Больше говорить ничего не надо. Не надо говорить, сколько составляет бюджет клуба. Клубы подразумевают поля, разные технические вещи. Женский футбол, детский футбол. Это один бюджет. Посмотрите, бюджет основного состава команды. Мы под бюджетом где-то 10-13. Но здесь все вовремя. Здесь все вовремя, а это сам. Поэтому, конечно, мне хотелось бы. Мне никто не мешал создавать команду. Ведь, знаете, есть такая вещь. Глава государства на одном из совещаний сказал, Динамо Минской, что ни один чиновник не вправе вмешиваться в работу тренера. В Гродно это выполняется без укоризма. Никто не вмешивается. Могут снять, могут назнать, но никто не вмешивается ни в какие-то схемы, ни в состав команды, ни в тренировочный процесс. Суть-то тренера заключается в чем? Чтобы донести до руководителя то, что ты хочешь сделать. Ты должен это довести один на один. Так было у меня в Новополске, когда была мэра Матальевана Качана. Чтобы не было прослойки между мной и вами. Правильно? Хотите спросить, спросите, я отвечу. Потому что если кто-то ответит другой, с кем я в не очень хороших отношениях, то это будет не совсем правда. Поэтому, когда мы остались в высшей лиге в 16-м году, это был великолепный успех. В 17-м году мы чуть-чуть не добрали до призового места. Там 5-е место. Ну, нельзя учить. Ну, а в 21-м, когда вот играл Марушич, Забель. Нет, в 20-м, наверное. В 20-м, наверное. Кадемян. Кадемян, да. Кадемян, да. Нам не дала федерация футбола, я об этом говорил. Нам надо было набрать 3 очка. Ну, в этом же никто не говорит. Вот ребята ведут на грани фула. Вы скажите, что федерация футбола не дала Гродно заевать бронзовые медали. Почему? Потому что в игре со Слави нам поставили пенальти за 2 метра до штрафной. Гораюте. Ну, это же есть видео. Посмотрите. Вы чего это нигде не говорите? За 2 метра до штрафной поставил пенальти на Леша Легчильни и его удалил. Мы с 10-й минуты играли в десятером. Я что могу сделать? И что может сделать команда? И мы проиграли Слави 2-1. Ну, имели какие-то возможности. Но это не хоккей, это футбол. Вот, конечно, нам не дали. Вот там Летягу возглавлял судейский комитет. Ну, это абсурдно дойти, Летягу поставить главой судейского комитета. Такой же Гродненский. Слушайте. Не любит Гродно? Вы смотрели свадьбу в Малиновке? Ну, молодец. Сегодня Гродненский, завтра Брестский. Он такой многостаночник. То есть, вы уверены, что федерация не хотела... Я не уверен, как его сказать, вы уверены. Я уверен, что была судейская ошибка, которая повлияла на результат матча. Ну, откуда знаю. Ну, лучший судья Белоруссии, как его, Шумусик или Шумусик, да? Он же сказал, когда на награждение. Я с радостью готов выполнять поручение федерации. Откуда я знаю, кто тому что поручал? Ну, судейская ошибка привела... Много судейских ошибок привело. У меня есть... Вот был какой-то конфликт. Не то, что конфликт, но за меня высказываниями меня штрафовали. Я вынужден был идти к губернатору города с флешкой и к мэру города, на которой есть все судейские ошибки. Ну, там не надо быть точно специалистом. Ну, никто не вмешивается в работу судей. Ну, вы можете отличить черное от белого? Ну, этот мяч, наверное, точно не шайба. Так надо сказать, что это мяч. Та федерация сказала бы, ну, кто его знает. Надо посовещаться. Ну, так оно и было. У вас же там вообще был период, когда у вас 5 матчей дисквалификации, потом вы возвращаетесь, потом снова 5. Вы вообще практически не были на скобинке. Как никого другого, наверное. То есть вы постоянно вот в Гродно смотрите стрибулы. Не, ну, раньше больше с вами. Сейчас получше стало, я согласен. Ну, это же ни на что не влияет. Вы говорили о том, что по бюджету Неман 10-13, но при этом в команде есть классные исполнители. Тот же вот это Аллыкулов, Шукуров, Савицкий, Зубович, да? То есть в такой ситуации, когда маленький бюджет, мне кажется, что футболисты идут, значит, под тренеры. Ну, то есть других вариантов, мне кажется, нет. Ну, могут быть более выгодные предложения. Ну, не совсем так, я бы не сказал, что они идут по тренеру. Они идут в Гродно. Они знают все условия Гродно. Вот о чем я говорил, что в Гродно тренировочный процесс похож на тренировочный процесс. Здесь тренер занимается командой, и ей больше не занимается никто. А может, как-то передается из уст в уста. Если не нравится в ВИП-ложи смотреть футбол, вы туда не ходите. Но меня точно лечить не будут, как мне тренировать и как играть. Там можно дома с кем-то поговорить, я могу выслушать. Но в мою команду никто не влезет и никто не помешает мне делать то, что я и свой тренерский штаб, мой тренерский штаб считает нужным. Поэтому здесь хороший коллектив, ребята очень дружные. Поэтому Гродно-то хорошо не тренером, а оно хорошо коллективом. Коллектив, который, ну, не я создаю, его создают раздевалки. Они, ребята, знают, что я их никогда не предам. Я же, когда меня штрафовали, за что меня штрафовали? Ну, за то, что я говорил правду. Вот через него пришел, он убрал летягу. А неужели вы не видели, что человек не то, что не справляется, он не на своем месте? Неужели об этом надо было говорить? Ну, все же умные люди. Значит, это кому-то надо было. Я ничего нового не сказал. Но если нарушаю, так вы хотя бы скажите в одной из передач. Вот сейчас поставили этого, кто там вел, судите с вами или с нами. Кузьмин. Кузьмин. Ну, он сейчас возглавляет судейский Кузьмин. Так он же ничего не говорит. Он что-то скажет, что ему скажут сказать. Может, сейчас ему дали, может, как-то так перестроиться. Но он же ничего не говорил. А надо сказать для того, чтобы руководители видели, чтобы не я доказывал. Ну, почему нет? Ну, во всех, я это еще раньше говорил, есть передачи, скажем, там, в России, где эксперты сидят, судейские. Ну, посадите Жука, Савицкого, там, которые разберут эпизод. Чего они боятся? Сказали, что вот эта судейская ошибка повлияла на результат матча. Правильно? Или вот было, сейчас Батте играла с Сморгонием. Там в Сморгонием было удаление, да? Батте было удаление. С этой атаки Батте забила голову. Вместо, скажем, ничи или выигрыш в Сморгонием, я образно говорю, не в какой там степени не хочу лезть. Или шахтер бьет в крестовину, когда с Арсенала. Таких миллион ошибок было в этой федерации. В крестовину бьет, там, тренировал Арсенал. Какой, лондонский? Какой, что ты вообще возбирал? Да я шучу, я шучу. В Держинском. Конечно, я понял сразу, да. И что? Паша Кирилльчик, да? Ну, Паша Кирилльчик говорит, я в школе хорошо учился. Он не может, может сказать, как я. Там, помоложе или стесняется. Я в школе учился. Ну, она по геометрии не залетает. В крестовину гол попала. Мяч попал в крестовину. Да, было дело в прошлом году. Было правильно? И отлетел в ворота. Засчитал Гродинский судья, Табелевский. Засчитал гол. Ну, вы смеетесь или что? Ну, какие-нибудь потом вскрывали. Какие чемпионы? Ну, позаписывали три очка. Там три очка записали. Там-то. Так вы о каком футболе говорите? Там рука. Один свистит. Второй не свистит. То естественное положение. Естественное. С приходом Шерстнева, я не знаю, что там делали. То ли они испугались, то ли какие-то. Ну, это объективные вещи. Ну, судейство стало-то поинтереснее, получше. Ну, я не трактую там положение правил, там, было нарушение или нет. Но линию вне игры можно заметить? Или линию до штрафной, когда нарушение было? Это же не касается правил. Ты или видишь что-то до штрафной, или штрафной. Нам Динамо Минск, вот где-то у меня было на этой штучке, может, в телефоне есть. Забила гол с двух положений вне игры. Ну, судья стоит, там, два метра положения вне игры. И еще раз два метра положения вне игры. Гол забивать с двух положений вне игры. Человек, который получает мяч вне игры. И я говорю, ну, в федерации, я говорю, а что это? Ну, что это было? Судья, говорит, не успел боковой за моментом. Как не успел, если он на фотографии... Это прошлый матч, да? Да нет, это, может, года два назад. За спиной стоит. Ну, это же вообще какая-то дикость. Ну, вообще, говорят, ну, вот это... И рассказывают, кто там будет чемпион. Вот о чем надо говорить. Где на грани фула я услышал, или там кто-то, кто переживает, что судейские ошибки повлияли на результат матча. Да нигде. А если результаты идут очень плотно, здесь каждое, там, очко набранное, там, и так далее, имеет свой вес. То есть, кто-то занял третье место, кто-то занял шестое. Шестое. Поэтому это очень серьезный вопрос. Ну, федерация будет, я думаю, разбираться. Судей нельзя критиковать. Тренера можно. Судей нельзя. Их как згуся вода. То есть, свистит, что хочу. Ну, там их пожурят. Ну, Гороютина у нас забрал медали. Ну, и вот там судейский квалифицировал. Вергейчик, он, когда я был тренером сборной молодежной, он в Солигорске был спортивным директором. Он с федерации не выходил. С федерации не выходил. То эти, то диски, то флешки, все носил. И всех выводил на чистую воду. Но при той федерации, ну, это самая слабая федерация за существование белорусского спорта. Ну, это очевидно. Я был и действующим спортсменом, и тренером. У нас был Шунтов, у нас был Федоров, у нас был Невыглас, у нас был Румас. Ну, что это, ну, можно как-то обсудить, скажем, соберите журналистов и обсудите. Просто по факту, вот какие факты, что сделано в белорусском футболе. Эти пришли, Базанов с Вергейчиком, все плохо, плохо было. До них все плохо, плохо. До них все было хорошо. Молодежные команды выходили на чемпионаты Европы, там, финальную часть, на Олимпиадах. Что вы хотите для маленького государства, что вы еще хотите. И эти самые молодежь играла, ну, тоже как... Нет, это молодежная сборная, там поменьше, которые возрастали, они всегда выходили в какие-то группы и так далее. Откуда все подевалось? Они все строят и строят. Что, строителей позвали или что? Что, строят и строят, строят и строят. Мы строим, строим. Поэтому, ну, есть там Министерство спорта, есть там... Есть кому разбираться просто. Я просто высказываю, ну, свое мнение из того, что я видел. Может, кто-то видел по-другому. Мы живем в свободной стране. Каждый имеет право говорить, тем более, если ты варишься в этой кухне, я не говорю же о балете или там о чем-нибудь. Ну, футбол я каким-то боком имею отношение. Игорь Николаевич, ну, тогда долгое время говорили, особенно вот когда при Румасе, Румас Сафариан возглавляли федерацию, да, и вот что не хватает футбольного человека. И вот, казалось бы, Вергейчик, да, появился, который был и тренером главным, и в сборной поиграл, и спортивным директором Шахтера. И вы говорите, что продавливал сам федерацию, носил флешки. И вот он появился в федерации, и, казалось бы, должен был что-то делать. Ну, вы не сравниваете Сафариана и Вергейчика. Ну, это два разных человека. Ну, Лагаршак, я считаю, высокоинтеллектуальный человек. С высоким интеллектом IQ, правильно? Что сделал Сафариан? Вы хотите мне задать вопросы? Будьте любезны, я готов на них ответить. Вы мне скажите, с кем встретились Вергейчики и Базанов, чтобы говорить о проблемах. Есть проблемы? Пожалуйста, давайте поговорим. С кем встретились Базанов и Вергейчик, чтобы поговорить о проблемах белорусского футбола? Ну, их никто и не вызывал. Ну, значит, проблем не было. Значит, все было хорошо. Либо убегали постоянно. А на самом деле все было плохо. Пресс-бол закрыли, это закрыли. Там хорошего нет. Вы найдите что-нибудь полезное и хорошее, что сделала Федерация для футбола. Вот вы найдите что-нибудь. Смотрите, можно... За что? Знаете, говорит, не за что зацепиться. Я просто вот парирую, ну, чтобы был оппонент хотя бы, да, не поддерживая. Построили много полей. Сколько там, 100 плюс полей было построено для развития? Ну, наверное, ну, не они построили. Я здесь построила деньги у Ефа были. Спонсорские. Скорее всего. Ну, я в этом не знаю. Глеб вырос на асфальте. Это неправильно, да. И там много наших людей, которые раньше были, выросли. Наверное, все-таки надо начинать с каких-то кадров. А не с полей, а с кадров. Все решают люди. Люди решаются. Вот я не могу там говорить, кто там тренирует и так далее и тому подобное. Но на самом деле, ну, маловато. Футбольных людей тренируют футбол. Есть два способа обучения. Такие, знаете, да, нет? Надеюсь, нет. Есть два способа обучения. Рассказа и показа. Теория и практика. Ну, да. Так вот, тренер. Вот меня учил тренер. Отец Андрея Якимова. В деревне учил. Он играл и в химике, там, где-то и в текстильщике Иваново, в союзной лиге и так далее и тому подобное. Но тренер – это тот, который может особенно детям показать. Не рассказать, где там фишки стоят или там еще, чтобы настроить этих ворот маленьких. А показать. Но дети смотрят на тренера с ответным ртом. Тем более, когда тренер, он для нас был вообще, конечно, идеал. Когда смотришь, когда тем более тренер в каких-то регалиях, где-то поигравший, где-то и так далее. И когда люди придут, точно так и судьи. Раньше было судейство, поигравшие люди, есть такой дух футбола. Сейчас, которые в 17 лет уже начинают судить, это разные вещи, которые не чувствуют игры. Старый. Точно так и тренер. Когда он поиграл, он может показать, ну, что там пропадает. Первая скорость пропадает, ловкость и так далее и тому подобное. Но Малафея в Тюмени, когда он выйдет, там, он, понимаешь, что Двард Васильевич, он феобразный. Он показывает, как, наверное, нападающим, особенно там полоборота, локоточки, там, туда-сюда. То есть смотришь на человека, он сам победил на чемпионате мира и так далее. А у нас, что не сплошь, одни Мауриньо. Ну, Мауриньо их-то мало в мире. Мауриньо, кто у нас в Белоруссии? Ну, Юревич, который не играл в футбол. Мауриньо, непомнящий. Это штучные люди, которые добились, не играя в футбол. Мауриньо был переводчиком. Анатолий Иванович тоже начал изучать, наверное, по книжкам, добился. Не играли в футбол. Так у нас сейчас никто не играл в футбол, все тренируют. Вот это надо, вот с кадров надо начинать. Где-то обучать и так далее, и тому подобное. Поэтому у нас сейчас позаписывались, надо записаться, запишем, может, ты надо записаться на проф. Вот есть, вот в этом есть какая-то проблема. Ну, и соответствующие, надо там какие-то... Ну, сейчас что-то пытается делать. Это делали всегда, это делали и Невыглас, это делали и Федоров, это делали, и, скажем так, Сафарьян с Румасом. Ну, все же, неплохо-то было. Должна быть какая-то приемлема, но это не моя. Я просто высказываю... Своё мнение, вы об этом сказали, да. Вы критикуете прошлое руководство и как будто прихваливаете новое. Я не могу прихваливать, я могу констатировать факт. За четыре года при прошлом руководстве мы, наверное, не встретились ни разу. При прошлом руководстве лимиты, подняли лимит. Вот я как-то был в совещании, наверное, не в совещании, а по календарю мы собирались, да, руководители клубов и тренерский штаб, ну, обсуждали календарь, да. И поднялся вопрос как-то, я спросил, коллеги, а вы мне скажите, там, ну, 16 клубов, там, 15 клубов, кто был за введение лимитов? Так все были против. Это решило, как, ну, кто там, три человека, пять их решают за лимиты, да? То есть зачем нас спрашивают? Для того, чтобы вы сделали своё. Вторую лигу раздули, там, тысячу команд. Ну, какая вторая лига? 40-0 счёт. Так вот, что делала за неделю Федерация? Или сколько они там работают? Ну, убрали вторую лигу. Ну, это логично, логично. Почему это не сделать раньше? Раз. Собрали всех. Шерстнёв собрал весь тренерский штаб и всех команды высшей лиги, Вани Бионичка не было, там, по каким-то причинам, но был, и директоров клуба спросил, какие у вас есть фарфулы, и своё видение. Как вы видите, каждый мог высказаться. Мы, я сказал тогда на этом, мы собирались, пожалуйста, под боком федерации хоккей, ну, поучитесь у неё. Под боком баскетбольная федерация, волейбольная федерация, ну, игровые виды спорта. Можно там взять что-то полезное? Закрылись там федерации, забаррикадировались, туда не зайти. Какие-то казематы были. Пожалуйста, заходите, задавайте вопросы. Общественная, там, организация, задавайте вопросы, что кого тревут. Так никто же никого не слышит. И не задают вопросы, их просто нет. Вот они ходили по кабинетам, с дверей в дверь. Ну, вот, а что я сказал? Я не знаю, как эта федерация будет работать, но произошли так они, Вильгельщик сказал, ему надо там 8 лет, только он за 4 года угробил всё. Надо 8 лет, чтобы, ну, это его заявление, не мои. Потому что 8 лет надо, чтобы перестроить то, что там натворился Фарьян, там, и Румас, и Невыглас, то для него было всё плохо, для него всё хорошо было. Поэтому я не хвалю новую федерацию, я говорю, какие изменения произошли на глазах. Мы встретились. Я говорю, а так мы иногда встречались, и то не все могут приехать. Вот встречались на похоронах. Пудышева, там, Саня Федорович умер. Какого-то лютого ты можешь увидеть, что приезжают по правилам. Где мы встречались? Где были какие-то, что встретились, высказали свои проблемы? Может, нужно их не было. Какое-то сообщество не писали. Таня Федерация не могла похоронить легендарного человека Юрия Пудышева. Могилу выкопали возле мусорной ямы. Ну, вы что смеётесь? Это светило футбола, с которым шёл народ. Вот его похоронили на лесном кладбище, там, по дороге в стайке, правильно? И могилу выкопали возле мусорки. И потом, уже когда превзлетело, переделал. Так неужели Федерация даже это организовать не могла? А вы говорите о каком-то футболе. Надо уважать прошлого, уважать людей, которые сделали что-то для футбола. Ну, Пудышев точно много сделал для футбола. Это государственный человек. И, кстати, при Николае Шерстёве была встреча, приезжал Виктор Михайлович Гончаренко. То есть они общались по поводу, в принципе, того, что нужно делать дальше. И я так понимаю, что была договорённость провести этот матч товарищеский Урала и сборный чемпионат Беларуси. Вам предлагали, как тренеру, например, возглавить сборную Беларусского чемпионата в этом матче? Ну, с Николаем Николаевичем был такой разговор. Мне он озвучил эту идею. В общем-то мы поговорили. Ну, идея, конечно, она хорошая. И это в любом случае идёт на популяризацию футбола. Но в силу того, что, не знаю, получится у нас поездка или нет, нас пригласили в Китай для товарищеских игры, вот, и я думаю, что матч состоится, и это хорошая идея, да. Китай второй раз подряд уже проскакивает. То есть до этого был Слава Глеб, который рассказывал про карьеру в Китае, и снова Китай у нас в выпуске. Расскажите вообще, что это за история, потому что когда появилась новость, все-таки, мне кажется, общее сейчас выражу мнение, что в смысле, какой Китай, что это вообще такое, кто пригласил, что за матчи, для чего это. Я думаю, что ещё сезон, да, и вы в сезоне поедете в Китай? Нет, мы, если поедем сейчас, вот, в переживе, когда играет сборная, да. Да, но вот когда, ну, сезон же продолжается, да. Ну, позвонили люди, предложили, что есть такой вариант съездить в Китай, сыграть две игры, и всё это будет организовано за счёт принимающей стороны. Всё, перелёты, проживание, там, спарринги и так далее, и тому подобное. Руководство клуба и руководство наблюдательных советов, и мэр города, в принципе, эту идею поддержали. И, в принципе, почему вышли на Гродно, я спрашивал. Наверное, в этом сезоне, может, понравилось. Ну, а кто ещё в Лиге конференции, да, пошумел? Ну, можно было, почему? Можно было и на Динамо, и на Бану. Ну, так получилось. Предложили Гродно, и нам надо было дать ответ, согласны ли мы. Вот представить, скажем, вот, в Беларуси мы хотели там видеть Гродно. Вот. Руководство согласилось, ребята тоже, в принципе, не против. Конечно, хотя, вот нам надо сыграть хорошо эти две игры, чтобы потом не было каких-то разговоров, и что поехали в Китай. Но, опять же, это не затратная часть, никакая не затратная часть. Ну, не были в Китае, и получить какой-то международный опыт. Единственное, что перелёт далёкий. Ну, я играл в Владивостоке, уже так, честно, не помню. Десять часов, как оно скажется. Ну, хотя бы не на автобусе, понимаете? Да, да, да. Но, в целом, аукнуться может, друзья. Расскажите, ну, что за город, какие-то, может быть, команды, какой регион, что-то есть информация? Ну, пока тяжело сказать, или два, или три спарринга. Знаю, что город на берегу... Тихого океана. Нет, Жёлтого моря, вот. Прямо на берегу. А так я толкну. Занимается Ваня Варсович, он вам подробнее скажет. Ну, это команда Суперлиг китайская, да? Ну, вроде как игра одна будет с Олимпиадой. Суперлиг китайской сборной и с командой Суперлиг. Ну, то есть, получается, что не все смогут поехать, потому что кого-то, скорее всего, Карл Салас вызовет в сборную с футболистами. У нас пять человек, нет. Я не еду, два киргиза, и в сборной в списке Паша, Серёга Карпович и Пархом. Пархоменко. Ну, прекрасно. Получается, что у вас накладка, и вы не сможете быть главным тренером вот этой вот сборной, которая будет... Ну, это не что, есть же много у нас тренировок. Как вы думаете, кто может вас знать? И Лёша Бага есть. Ну, много, но, ребят, и Биончик, Ваня, и Молош. Да много ребят, которые... Вы, кстати, по молодым прошли. Хорошо ты не... По молодым тренерам. Да, потому что вот прям тройку выбрали самых молодых, перспективных тренеров за последнее время. Ну, на самом деле, они как бы работы доказали, что они, ну, квалифицированные, там, хорошие ребята, квалифицированные. Там, Биончик доказал, работает в Гомеле. Сейчас Мозырь хорошо играет, у Димы Молоша кубок выиграл. Да здесь, да кто хочет. Он молодым немецким может принять кубок с Гомелем выиграл. Есть же хороший Игорь Крюш. Да здесь тренировки нет. Игорь Николаевич, у меня один вопрос. Вы уже так косвенно затронули его. У нас есть вообще шанс, что в следующем году лимитов уже не будет? Или, может быть, тема поднимается. Мы, по крайней мере, расподняли и сказали, что все были против. Может быть, её... Ну, вы знаете, опять же, я выскажу только своё мнение. Я, наверное, всё-таки за естественный отбор, правильно? Молодёжь расхолаживает, да? Не то, что расхолаживает. Могу только сказать на примере Гродно. Мы ломали голову, как заткнуть дыру на поле. Кем? Ещё со времён Юрия Курненина, когда во второй лиге был лимит. Надо было там 18-летнего одного выпустить или двух. Вот так он выпускал. Ну, умнейший человек. Это, конечно, глыба тренерского цеха. Он выпускал, говорит, ну, куда выпустить? В оборону нельзя? Наварит. Ворота нельзя? Нет. Он выпускал, ну, грубо скажем так, десятого номера. И давал установку. Ты, говорит, когда получаешь, ты, говорит, с большого пальца вперёд бей, там наши разберутся. Ну, вторая лига там была серьёзная. Как бы... Мужская. Да. Поэтому так и здесь. Вот кого ставить? Лимит это. Они идут там подписывать контракт, тем более агенты. Ну, надо. Вот сейчас сборная молодёжная. Там все играют в своих клубах. Что ещё надо? Все играют в своих клубах. У меня по Будде играл в Ляховичах. Позвонил этот самый Хлебосолов. Андрей, знаете, такого нападающего? Конечно. Он говорит, Игорь, посмотри. Говорит, одарённейший человек. Такой. Ну, вот с Ляховичем там были товарищи игры. Можно найти людей? Ну, нельзя искусственно делать. Ну, пусть люди. Он Пархоменко добился всего. Сам через какой-то этап. Ну, где-то есть. Ну, точно мы в Беларуси наберём 11 человек, которые играют в своих клубах. Это 100%. Ну, кто-то решает. Там же есть какие-то голосования. Весь вопрос, зачем они спрашивают мнение тренера высшей лиги? В федерации легче сидеть? Ты вот приди в Гродно, разберись, как, что, чего. Вергеич только может посоветовать, кого, куда поставить. Уже сам никого не тренировал, да? Никого, кроме шахтёра. И никого не буду тренировать. Ну, если что-то надо говорить, надо хотя бы два клуба поменять. Ну, никого не буду тренировать. Вот туда зайти, там что-то на ухо присесть. Туда зайти, что-то на ухо присесть. Вот работа. Ну, социальная работа, она чуть-чуть предусматривает немножко другое. Поэтому надо окунуться и так далее и тому подобное. Это же как Дулуб говорил, что через пять лет или сколько там с этими лимитами у нас будет классных одиннадцать правых защитников, условно говоря. Потому что, как правило, затыкается дыра либо в защите, либо вратарская позиция. Ну, я бы не согласился. Вот я вот сейчас хорошо и неплохо играет Артур Малиевский-Слуцкий. Но мы сделали Саши Сулима, сделал ставку на него. Но еще, знаете, такой вопрос. Саша Сулимов 20 лет стал в ворота и был основной вратарь, там посадил Альберта Рыбака, правильно? Вытащил, по сути, нас в 2002 году. Ну, глыба в воротах играла. То, что творил Артур Малиевский на тренировках, ну, там буфон. Все-таки, когда выходишь на поле, есть еще психологический момент. Каждый через это проходит по-разному. Поэтому я бы, вот если Лимитчиков, куда-нибудь повыше туда, чтобы не мешали играть. И последний вопрос по поводу Федерации футбола, раз уж мы затронули такие высокие материи. Это то, что вы были единственным тренером, который поднимал вопрос списка футболистов, которым нельзя играть выше лиги. Потому что у вас как раз такие Жуковский, Пасевич, Курганский, тройка была, да? И Олежков. Вы просто до конца держали, вы всегда их держали в уме, в каждом интервью говорили, что ждали. Не то, чтобы я поднимал вопрос. Раз эти списки были, они были. Мы этот вопрос обсуждали как-то, ну, и с Николаем Николаевичем. До сих пор не получен ответ. Здесь же все очень просто. Вот мы держали там Рому Пасевича, ну, если человек совершил преступление какое-то, должно быть наказание, правильно? Все очень просто. Если два человека совершили одно и то же, то или двое должны быть наказаны, или двое должны быть помилованы, или прочтены, правильно? Здесь опять же ничего нового нет. У меня единственный вопрос, почему? Ну, обещали там, будут рассмотрены. Во-первых, никто не знает, кто их рассматривает. Ну, это же там, они точно преступление-то не совершали. У меня вопрос-то в чем? Почему? Одним можно играть, вторым нет. За одно и то же. Вот кто это решает, как это решает. И хотя бы получить, я не знаю от кого, просто вразумительный ответ. Вот почему там же Юра Островуха, он вообще нигде не участвовал. У нас играл хороший парень. А он однофамилия, Островуха какого-то, там вообще забавная ситуация со Островухом была. Он вообще нигде не участвовал. Человек, он 88-го года, он в сборной играл, его лишили, ну, играть лишили, где-то он ходил куда-то, ему сказали, больше не ходи, ты не будешь играть. Ну, что это, ну, здесь, вы знаете, вот всегда я очень уважаю Владимира Геннадьевича Япринцева. Он говорил всегда, вот чем отличаются футболисты от борцов и боксеров от единоборств, да? Что борцы, там, и так далее, боксеры, они сплоченные. Ну, можно футболисты, сказал, если меня простили, почему вы не простили его? Поэтому здесь у нас получилось так, моя хата с краю, я ничего не знаю. Меня простили, а были хорошо. Поэтому, ну, мы ждали Пасевича, вот он ждал, Рома. Ну, почему еще, Гродно, хорошая команда, ребята поддерживают друг друга. И Курганский, Жуковский, там, и так далее, они были, ну, понятно, что они не могут подписывать, там, не могли подписывать контракты, но ребята им как-то сами собирали деньги. Они были в команде, до последнего тренировались. Вот Курганский, Жуковский, пошли, ну, перешли в бокс-лайн, это частная команда. Ну, Жуковский со своим опытом точно пригодится в любой команде. И он научит, наверное, любого молодого, Сучкова или Дайнеку, ну, точно лучше, чем я. Ну, всегда учишься играть не у тренера, а учишься играть у партнеров. Можно рассказать на стене все, что хочешь. Но когда ты рядом с партнерами, они тебе, понятно, у тебя есть какие-то тремления, но они более доходчиво объяснят, куда бежать, там, что делать, там, и так далее, и тому подобное. И Пасевича, ну, одаренный человек, ну, его не хватило. Вот в этом году мы планировали, что он раскроется. И надо, так нам просили, что надо сделать. Надо сделать обращение, мы сделали, надо сделать то, мы сделали. Мы сделали все, наверное, какие другие, но почему-то нас не допустили, кого-то допустили. Я до сих пор не знаю, кто это решал и как это решало. Игорь Николаевич, там был такой момент, что вы сами в интервью сказали, что 17 июня, кажется, или июля уже допустят. Нет, 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 рассмотрят. Или рассмотрят. В итоге не было рассмотрения? Я мог бежать, может быть, немножко впереди паровоза. Я из каких-то источников тоже узнавал, что вот-вот, вот-вот, и мы как бы, ну, много, скажем так, помогал Николая Николаевича. Мне советовали, что должно быть, и выносили как-то все. Ну, наверное, министерство спорта решало по-другому. Вам еще лавка нужна была, потому что там на два, на три фронта играете, и поэтому, конечно... И Еврокубки тогда были вот-вот. Пасевич, Жуковский, ну, очень хорошо проявляется, очень хорошо играет. Костя Руденов, вот, у него как переживает вторую молодость. Поэтому, ну, и Серега Курганский, он как вице-капитан команды, как Родинский. А Пасевич, Жуковский нам бы приходилось точно. Особенно Пасевич в тех играх, когда вот вторая игра с целью, когда были зоны, им можно было где-то убежать, он бы приходилось. Ну, я вот на самом деле до конца думал, ну, что учитывая ваши связи, что учитывая, там, как бы, руководство... Я пошел, вот, знаете, ерунду, какую-то несут связи. Объясняю, что такое связи. Я работал в Новополосске семь лет. Мэром была Качанова. Ну, какие мне связи? Я знаю, что это Наталья Ивановна. Ну, семь лет я иногда заходил в кабинет. Она общалась с командой. Она награждала, она была мэром. Ну, точно такой же мэр Мячеслав Брониславович, я здесь работаю, семь лет был. Я к нему заходил в кабинет, каждый через день он мог меня вызвать и спросить, что творится в команде, какая нужна помощь, какие связи. Юрий Горжимуратович, он играет в футбол. Вот там МВД играет после нас. Мы играем, какие связи? Ну, я точно не в Африке живу. Не-не, ну, может, неправильно, понимаете, слишком громко сказано. Ну, по крайней мере... Я могу задать вопрос со связями, без связи. Я задаю вопрос, вот как вы, и как вы его можете задать вопрос. Вы на моем месте можете задать такой вопрос? Он же простой. Почему образно не заявили условного Иванова? Все, здесь связи-то ни при чем. Какие связи? Ну, есть возможность... Мы задали вопрос, Варсович задавал вопрос Шерстневу. Ждали ответы, задавали вопрос Министерства спорта. Все задавали вопрос, ну, может быть, там некоторые тренеры, они помоложе не боятся задать. Я не знаю почему, но здесь же ничего такого нет. Скажите слово нет. Нет нельзя по такой-то причине. Все. А так, не знаю, перекладывать там с пустого в порожнее. Ну, просто задавая свой вопрос, вы всегда получали какие-то невнятные ответы. Правильно? Не нет льда, а просто... Ну, наверное, может быть, и не я их получал, а все-таки руководство клуба задавало, и мэр задавал. То есть, мы искали все-таки держать, ребята молодцы, Пасевича без, скажем так, без зарплаты. У него было предложение. Ну, он сейчас уехал, потому что там Серега Гуренко звал его в Уфу, да? Ну, у него были другие предложения. Ну, ему еще, знаете, здесь вот на примере Пасевича футболист, он же ценен еще немножко умом. Лучше сделать шаг назад, чтобы потом два вперед. Можно было бы поехать в Казахстан, там, может быть, два раза больше зарплата была. Ну, он хотел поработать, именно он Гуренко хотел поехать поработать с ним, чтобы дальше какие-то... Ну, что там, ну, уже где-то надо ему, там, 24 года, где-то так он чуть поздноватый для футбола человек. Вот, поздновато открылся. У него хорошее качество, поэтому ему где-то набраться опыта и тренера, поэтому он выбрал Уфу. Но он здесь сидел. До последнего мы ждали, что мы его заявим на Еврокубке. Ну, как и все остальные, кстати, тоже все ждали. Так получилось. Слушайте, Игорь Николаевич, тоже еще один момент. Вячеслав Гой ушел, насколько я понимаю. Вместо него будет другой мэр. Андрей Иванович Хмель, да. Отношение к команде изменится? Изменилось. И потому что уже поменялось руководство. Вы знаете, Вячеслав Борисович очень много сделал для города вообще в целом. Я же все-таки здесь был игроком. И очень много сделал, столько, сколько сделал при нем для инфраструктуры футбольной. Вот мы сейчас дубль играет на этом, в Каложе, да. Там было, когда мы тренировались, там был песок и щебень. Вот там мы тренировались. Там все в зеленых полях. То есть реанимировал три футбольных поля. Там вот при нем был построен дютик, крытый манеж, открытые площадки. Но очень много сделал для футбола. И не для развития футбола. Но чтобы развитие футбола произошло, конечно, надо время. Он болельщик футбола, он разбирается в футболе. При нем Сморгонь, когда я тренировал в Георгии Андрадио, была на восьмом месте в высшей лиге. Но это показатель руководителя. Вообще очень многое зависит от руководителя и его отношения. Я в Новополоцке тренировал. Там был Вячеслав Викторович Якушев, директор завода. Он фанат Спартака. При нем еще когда играл в Мозыре, он был главный инженер. Но он сам играл в футбол. Он понимает, когда можно бореть на футбольном языке. Для Новополоцка наше достижение команды «Два кубка» – это было достаточно серьезно. Пришел Третьяков. Там развалилось за год. За два года все развалилось. Так мы про это и говорим. И сейчас пришел Андрей Валерьевич Хмель. Это вообще, если Голин больше теоретик такой, любитель футбола, то Андрей Валерьевич, он практик. Он занимался в Лиде, он там или закончил, и в США занимался. Он на два года, по-моему, старше Жуковского. Он занимался в Лиде, в хорошей школе. То есть с ним можно говорить на футбольном языке. Он приходит в команду, встречается с командой, поддерживает команду. Вот мы «Динамо» проиграли 2-1. Он сдал команду возле автобуса, чтобы найти хорошие слова. Это очень много значит, что найти хорошие слова. Ребята делали свою работу. «Динамо» тоже делала свою работу. Они просто оказались в тот момент сильнее. Поэтому он поблагодарил за то, как мы отнеслись к игре, как играли. Но это всего лишь счет. Поэтому хорошее отношение. И он сказал, что когда Мячеслав Басович перешел на другую работу, то что в его силах будет оказана поддержка. Звучит, как хорошая подмена. Да, ну то есть, что развитие будет продолжаться. Думаю, что да. Ну, здесь, во-первых, очень хороший молодой руководитель. Иван Варсович очень хороший руководитель. Таких, наверное, все-таки маловато в Беларуси. Кстати, многие по поводу Варсовича высказывались в том плане, что... Ну, негативно. В том плане, что он очень молодой. По-моему, мой ровесник, он 89-го года рождения. И он при своем юном возрасте... В 85-м. В 85-м, условно говоря, да? Он все-таки какой-то руководящий у должности. Я могу ошибаться с горным. Ну... И вот на такие молодые плечи взваливается такая ножка? Ну, все-таки не от плеча. Ну, от плеч тоже. Он такие серьезные плечи. Он десятиборец. По-моему, он даже мастер спорта. Он в спорте серьезный человек. Ну, здесь в этом... Человек уже в таком возрасте, но у него просто интеллектуальное очень мышление. Он знает, что делать. И, в принципе, не боится тоже задать какие-то... Ну, не могу сказать неправильные вопросы. Ну, вопросы, которые требуют ответа. По крайней мере, не плывет по течению, что в наши... Нужная коллектива вопросов. Многие руководители, конечно, не могут этого сделать. Вот у меня вопрос касаемо тех футболистов. То есть Жуковский, Курганский, не Макс Лайн. Посеевич, понятно, фу, от Лешко. Я так понимаю, что футболист он в любом случае достаточно молодой еще. И я так понимаю, что он без клуба. Он с небом не тренируется. У него уже немножко такая судьба. Он получил травму в прошлом году, да, в игре. Ну, я говорю, с Ислычу, да. Один-один мы сравняли, по-моему, счет или с кем-то, да. И у него серьезная травма, крестообразная. И после этой травмы он немного начал восстанавливаться, сделал операцию, наслоилась другая травма. Там, не знаю, делал ли он еще операцию. То есть ему стоит вопрос по... Продолжению карьеры. Да, по продолжению карьеры. И он ищет какие-то варианты, может где-то продолжить. Или там детей. Но пока у него проблемы со здоровьем. Поэтому здесь он не так, как у этих ребят. Но сейчас мы хотим перейти на... Я не знаю, откатиться, что ли, в прошлое. И поговорить с вами о вашей футбольной карьере. Потому что, вот честно вам скажу, я пытался найти какую-то информацию про вас в интернете. В целом, вроде бы нашел, но практически не нашел ничего про то, как вы играли, где вы играли. То есть этого очень мало. Ну, наверное, потому что, не знаю, интернет. Но там, может быть, за исключением Немана где-то, да, и последний год белорусского этапа карьеры. Да, да, только последние годы последние этапы. А вот стартовые этапы, а их особо немного. Вы уже рассказали про то, что вашим тренером был Якимов Валерий, насколько я понимаю. Но вы сказали, что это был отец Андрея. Но не мог же отец Андрея вас тренировать, нет? Почему? Или просто Андрей молодой? Ну, может быть, папа просто был? Нет, но он рано, у него травмы получил, он рано стал тренером. Он сколько сейчас? Константинович, наверное, мне 55, ему, наверное, 70. Вот ему было 25, мне 10, грубо говоря, так. Или вот он рано закончил. А, теперь стало понятно. В общем, многие задавались вопросом, почему Андрей Якимов оказался в команде. Это правда вообще? Ну, я издалека, издалека. Это правда, что вот вы действительно подобрали Андрея, когда он еще начинал только свою карьеру футбольную? И как будто ему немножко помогли, подтолкнули немножко его. Это чисто вот мой личный вопрос. Знаете, всегда человеку надо дать шанс. И как он его использует. Если брать статистику Андрея Якимова, он играет на месте опорного полузащитника. Количество игр, количество голов и количество передач. Правильно? То там подбирать никого не надо. У него одна из лучших статистик для опорных полузащитников. Вот вам все ответы на все вопросы. Берешь статистику, там 100 игр, 15 голов, 10 передач. И берешь остальных статистик. Вот вам все ответы. Конечно, никто никого не подбирал. Он, его отец отправил. Вот он с Егором Зубовичем были в школе МТЗ. Вместе со мной, да. Да, в МТЗ как там. Ну и потом была возможность, я его взял в дубль Новополоцка. Он играл и без меня в Новополоцке. Уходил в аренду в Волну. Ну и потом Новополоцк, когда я принял Гродно, я его пригласил в Гродно. Он Гродно по всем, кому очень здорово. У него какой-то был вообще взлетный год. Восемь еще в сезон забивал, да. Ну, трех игрок хороший для Белорусского чемпионата, очень хорошо. Еще раз говорю, здесь точно надо глянуть статистику. И оно все ляжет. Так кому-то интересно сказать. Нет, это мой личный вопрос. Я тут просто немножко отвлекся. Я хотел про вас и сразу про Андрея Якимова. Он всего добился сам. Да, расскажите про себя вообще. Почему футбол, у вас отец военный? Как так получилось, что вы в футбол попали? Ну, так получилось. Получилось так, что я вот в деревне вырос. Вот Валерий Константинович был тренером. У нас хорошее было. Ну, не могу так сказать в деревне. Но тогда вся школа у тебя езжу, там, сколько? 240 учеников. А тогда было 700. В общем-то. Ну, хорошо в драгическом районе тогда и спорт развивался. В Антополе, в частности. И он такой одержимый тренер был. Мы, как и все дети, как в деревнях участвовали. Кожаный мяч, там, и так далее. В золотую шайбу играли, там, все что угодно. Ну, вот так вот. Потом я и легкой атлетикой занимался. Потом приглянулся я где-то на каких-то соревнованиях по футболу. Дюш, пять, Бреста. Вот ездил туда на тренировки. Ну, у меня переезды были. Папа работал там в Пермской области. Поэтому я пару лет там живу, пару лет здесь. Поэтому такой кочевник особо у меня-то. И школы не было футбольной. Вот так. Самоучка. Ну, здоровье было у меня как бы выросло. С салей и молоке. Здоровья было много. Умага немножко маловато футбольного. Вот. Ну, и так пошло. Потом поступил в институт, играл за скиф. Потом два года служил в армии, вернулся. Сергей Владимирович пригласил Боровских в Молодечино. После Молодечино Игорь Павлович Белов пригласил Владивосток. После Владивостока. Подождите, а вот как вообще Владивосток появился? Ну, то есть это тот момент, когда многие уезжали на Восток туда, где-то в Якутию на заработки. Так же и Владивосток? Плюс-минус. Ну, я аж не мог на заработки ехать 20 лет. Ну да, так вот именно, что рановато вроде бы. Это ладно там, когда рассказывают, Криушенко уезжал, там Пунтус уезжал, вот тогда на заработки стремление. Ну, вот я играл, когда уже заканчивал институт, играл у Сергея Владимировича в Металлурге. Мы играли с Павловичем в Молодечном, вот, и потом он уехал во Владивосток. Молодечное, я даже до Молодечного уже, у меня была очень тяжелая травма у позвоночника, я почти год не играл. И вот когда вылечился, вот Павлович меня пригласил в Владивосток, но это недолго было, наверное, месяцев 7. Он пригласил, я после травмы приехал, тяжело было восстановиться. Вот потом вернулся в Белоруссию, и вот тогда возник в 92-м году, мне уже 24 года было, опять же при помощи, вот, Валерия Константиновича, там был еще друг Андрея Николаевича Разина, тоже где-то, Днестр Максимовича. Меня пригласили на просмотр в Динамо Брест. Вот, это, коврнение, что-то присмотрел, вот я остался в Динамо Брест. Ну и все, и потом Днепр был, потом был Тюмень, вот вышел. Нет, давайте подойдите по поводу Динамо Бреста. Видите, я хотел задать вам вопрос, потому что мы недавно... Вы очень быстро перебегаете. Мы недавно посмотрели интервью с Геннадьем Турмиловичем, и он тоже был в Бресте, только вот на год раньше, чем вы приехали. И он рассказывал про то, что его в Бресте... И он рассказывал, что если бы не Брест, он бы не заиграл, но если бы не Брест, он бы не запил так сильно, как ходят все эти легенды. Потому что он рассказывал там истории, когда поселили их в квартиру четырехкомнатную. Да, на востоке было квартиру. Да, четыре человека, и они просто с этими пятилитровиками, или с канистрами пива начинали день, так продолжали. То есть это все продолжалось в те годы? Или, ну, то есть когда вы пришли, это на следующий год? То есть какие-то вот ваши такие истории есть? Ну, в Бресте были очень серьезные футболисты на тот период. Это и Саша Грищенко, Саша Войнах, там Олег Климов, там... Там очень был Васящий Грекович, там был, ну, сплав опыта и молодости. Саня Герасимук, Серега Волкович, Амилюсик. Там люди были, некоторые были даже в Минском, Динамо. Там очень хорошая команда, со второй лиги осталась, которая... Вот, на подходе был Андрей Островский. И он же был игрок основного состава, но вы их не знаете, да? Островский, да. Да. А вот Саша Грекович, да. Да, очень хороший, ну, там Брест был очень хороший. Поэтому там особо мне, когда... Вы знаете, когда тебя приглашают в такую команду, в принципе, ниоткуда, там особо не до питья. Там есть... Пить можно тогда, когда ты уже устоялся. Тогда можно пить. Когда тебе приходится что-то доказывать, то, в принципе, когда за тобой никого нет, а ты должен доказывать сам, то, наверное, все-таки мне не хватало футбольной школы, футбольного образования. Я это должен был, ну, чем-то компенсировать. Я почувствовал доверие Юрию Анатольевичу, поэтому там точно было не особо тогда пьянок. Я уже чуть позже начал. Но тогда вы были сконцентрированы на футболе. Я всегда был сконцентрирован на футболе, поэтому в зависимости пил или не пил. Нет, но тогда время было... Знаете, такое вот, когда говорили... Мне папа постоянно говорит. Вот тогда футболисты и играли, и пили, а сейчас не пьют и не играют. Вы знаете, каждый хвалит свое поколение. Ну, здесь тяжело сказать. Брест когда собирался, ну, вот мы первый чемпионат играли, ну, каждый стадион, каждую игру, ну, не меньше 7 тысяч. И сейчас в Бресте собирается. Тогда, конечно, было. И денег тогда в Бресте не платили. Вот мы когда бронзовыми призерами стали. Великолепный тренер был. Обстановка вообще в Бресте была сумасшедшая. Очень дружный коллектив. Ну, там все брестские играли. Все брестские играли. Володя Ивинский, вот и Саша Богачук, они из Минска. Их Курненин позвал. Им было тогда по 18-19 лет. Очень хорошая команда Курненин. Жалко его убрали. Вот мы третье место знаем, его убрали с командой. Больше такой руководитель. А вы всегда, получается, играли на позиции правого защитника? Нет. Но Брест играл опорного. А, то есть начинали правым защитником, но опорным. Нет, я вообще не начинал. Курненин, ну, опорного я играл. Мне, говорю, у меня здоровья было очень много. Два сердца мог бегать, но их не хватало. И вот я, то, что он мне объяснял, то, что мне надо было делать, я, может быть, я неплохо в отборе играл, там, чуть хуже или вообще не созидал. И как-то, ну, много было здоровья, я не знал, куда девать. И побежал вперед, помогать атаке где-то. Запнулся, споткнулся, ну, как обычно, где-то обрезал. Ну, выдающийся тренинг. Он подошел и говорит, я тебя просто прошу, не ходи больше туда. Он говорит, отбери мяч. И говорит, видишь, мы играем в белых, отдай своему там. Да. Люди разберутся, что делать. Поэтому, конечно. Вы не обиделись, да, на это? Ну, как можно обидеться, если человек правду сказал? Хочешь помочь, ну, еще хочешь и можешь, это разные вещи. Поэтому у меня уровень был такой, что, наверное, все-таки не надо было помогать, потому что ты своей помощью помешаешь людям. В общем, вы белорусский такой англо-конте. Судя по всему, два сердца. Скорее, Гатуза, англо-конте, он позже появился. Ну, я со своими сравнил. Было два сердца, одно не выдерживает. Игорь Николаевич, смотрите, дальше был Днепр, там совсем немного, вот три матча только сыграли. Потом вы перебираетесь в Динамо-Газовик. Расскажите, пожалуйста, про эту команду. Вот такая была. Днепром меня позвал Валерий Иванович Стрельцов. И, в принципе, я уже, ну, ушел из Бреста, я был не согласен. Многие были не согласны с заменой Юрия Анатольевича. Ну, там человек достаточно был искренний, честный, порядочный. В общем-то, но его так не очень хорошо, не красиво. Убрали, и, ну, где-то получилось так, что я где-то высказался. Хотя пришел-то хороший, тоже специалист Брестский, Василий Иванович Курилов. Вот. И мы уехали в Гродно на турнир. А в Бресте вообще не платили денег, да? Вообще не платили. Вот. И как-то пресс-бол вышел, еще ранние выпуски, зарплаты вы получали, тогда, на те времена, 7 рублей. Это в доллары, если можно? Ну, не знаю, в доллары какие. Ну, вот где-то, вот, в первые выпуски есть. Совсем мало. Во-первых, да. В общем, у меня родители жили в Антополе, я всегда был накормлен. Сало, молоко, И женская половина человечества стороной необходима. поесть можно было, что, правильно? И мы ехали в Гродно на турнир, да, и, ну, собрались, как-то с ребятами, в автобусе прям едем, и говорим, ну, как пойти в Гродно играть, здесь Гродно проводил турнир. И все говорят, Игорь, ну, ты скажи, мы тебя поддержим, что команда не едет, не в знак, там, какой-то протеста, в знак того, ну, давайте пойдем к мэру, там, кому-нибудь, как дальше жить, и так далее. Это был, по-моему, 93-й год, да, если бы, да, 92-й, а, да, 93-й. Да, в общем-то, ну, в раздевалке зашли, там, руководство, там, так, все, едем на турнир в Гродно, там, у кого что есть сказать, я говорю, так и так, говорю, такая ситуация, слава, мы там, три месяца без зарплаты, ребята решили, не в знак, там, протеста не ехать, а в знак того, что, ну, можно как-то повернуться лицом, там, команде, и так далее, отложим эту поездку, давайте на месте разберемся, что да как, что так, как бы, у многих, ладно, у меня там не было семьи, а, многие семьи, детьми, там, как-то, ну, молчок, и просил, Владимир Фрагесович Геворкян, там, я не помню, кто еще так считает, поддержали, да, семейные люди, и, в принципе, меня никто тогда не поддержал, хотя, вот, мы договаривались, мы договаривались, меня попросили, что ты выступи, мы там поддержим, и так далее, никто не поддержал, ну, Васильевич говорит, ну, остальные поедут, а ты свободен, и все, я ушел, там, вот, поехал, там, деревню, там, неделю, две, там, по, это была весна, ну, зимой турнир был, там, потренировался, потом все-таки вернулся в Брест, ну, я уже понял, что, ну, не получится как-то так играть, и поступило предложение из Днепра, я поехал в Днепр, но там, почему четыре игры сыграл, это было там, до какого-то периода, надо было, там, заплатить какие-то деньги, деньги не смог, там, ну, как час, это есть трансферное окно, и Днепр не заплатил, и я, наверное, может быть, там, до первого сентября, не помню, и получилось, что все заявочное окно прошло, деньги не плачены, и я не смог играть, а тогда в Днепре хорошая команда была, Андрея Скорбогатька, Чайка, Ромащенко, там, команда была очень мощная, Саша Герасимук с Бреста перебрался, тогда уже начиналась такая вот, мы тогда, вот была последняя моя игра за Днепр, с Динамом Брест, мы их обыграли на выезде 2-1, против бывшей команды, да, вот, и так получилось, что я остался без команды, без всего, пригласил меня, любитель футбола, есть такой, Леонид Антонович Лукинчук, он директор банки, Беларусьбанк был, пригласил мне банки инкассатором поработать до конца сезона, я в Беларусьбанке работал инкассатором, вот, это может, октябрь, ноябрь, декабрь, да, возил деньги в Минск, в банковскую, теперь, вошло, но для инкассатора были не такие, как сейчас тогда, на телеграме, ехал в Жигулях, два с тобой рядом с автоматами, вот, ну, выручки, деньги возили в Минск, на Берсона, и потом, в 93-м году, в Тинамо Геолог Тюмень, вышла в премьер-лигу, и Юрий Анатольевич Курненин, он, все-таки, он, или позвонил, или встретился с Эдуарду Васильевичем, говорит, есть у меня хороший игрок, вот, и я поехал в 94-м году, в январе, в премьер-лигу, на просмотр, вот, там присмотрелся, и остался. К Эдуарду Васильевичу? Да. То есть, как раз-таки, вот, у вас с ним пересечения произошли не в Беларуси, да? Ну да, в Тюмени, да, он тогда в Тюмени вышла в высшую ливу, и я поехал. Ну, опять же, мне немножко повезло, январь, февраль, наверное, провели, мы собрались, как и сейчас, помню, 3-го января, вот, мы вылетали, и тогда играл Паша Родненок, Серега Петрукович, в Тюмени, мы собирались 3-го января, команда, и, наверное, январь, может быть, эти полфевраля мы провели в Тюмени, условий для тренировок никаких, ну, снег, зима, и был, зал там был, легкоатлетический манеж, и там такие, ну, знать, тартановые дорожки, еще с шипами, вот, на них мы играли, там, ну, как-то можешь играть, там, заигрывали какие-то дыры, 5-5, там, что-то надо было, потом уже в Турцию, вот, там, улетали, там, и так далее, там, подобное, вот, Турцию, там, в Сочи, там, во Францию, там, на Кипр, там, и так далее, и вот, ну, что делать, надо было, опять же, как-то себя проявлять, я на этих дорожках катился, до крови, ноги вздирал, и такой, Дарыч говорит, такой, он же любит такое, да, он же любит такое, у меня выхода-то не было, он говорит, по-моему, взял второго Горлуковича, ну, вот, я ждал, чтобы больше было времени, пока трава не подросла, потренироваться там, потому что трава подросла, растет, конечно, ребята, типа, мастеровики были, вот, я подписал контракт на, с Тюмени на два года, ну, вот, так играл, первый сезон, играл часа в составе, тогда еще, центрального защиты, когда с Либера играли, вы как последние были, или просто, как центральный, ну, да, как центральный, по игроку, в общем-то, не очень тяжело, хотя, конечно, премьер-лига тогда был, в нежречем году, Спартак, мы в Москве проиграли 2-0, у меня есть эта статья, нашему, Стяучи у них в воротах играл, Спартака, и Спортэкспресс оценки ставил, ему поставили БО, мы 2-0 проиграли, там Анопка, Ледяхов, Карпин, Мостовой, ну, сейчас сборная России, там выйдешь, голова кружится, мы 2-0 проиграли, и вот Стяучи без оценки, ну, да, они там грузили, грузили там 7 по 5, по 6. У меня вопрос, вот, вернемся немножко обратно еще к ситуации в Бресте, вот, вас не поддерживает, ну, вас просят сказать, не поддерживает команда, ваше внутреннее состояние, то есть, ну, так бывает иногда в жизни, что сделаешь, нормально, общаемся со всеми, ну, так получилось, сможет знать. то есть, тогда они проговаривали эту ситуацию, типа, как не проговаривали, мы договорились, ну, сейчас договариваешься, давайте, я скажу, а вы поддерживаете. Да, но они такие, у нас такая ситуация была в Гродно, ну, ехали мы с Кубка, пригласили в 2003 году Туркмер Баши, ну, и некоторые ребята немножко так, ну, бывает, так не рассчитали дозу, выпили, и прилетели, я тогда капитаном команды был, ну, что, руководство там, Короза все отчислять с командой, там, вот мы с ребятами договорились, я как капитан буду говорить, и вы тоже там приваните там что-нибудь, ну, вот я говорил, все там встали, там, все, нет, не дайте там срок на исправление, там, виноваты, там, туда-сюда, ну, наоборот, поддержали, конечно, всякое бывает, поэтому где-то там кто-то подумал, что, ну, факт, что мы-то говорили, там не надо было, ну, сказали бы, едем все, не едем все, в любом случае решают руководство, ну, страшно, ничего не произошло, так получилось, ну, то есть, такое какое-то обидование, типа, все в порядке, отпустили эту ситуацию, и такой момент, то есть, когда вы переходили в Тюмень, да, там, Динамо-Газовик, 94-й год, то есть, ну, в Беларуси вы сказали, там, зарплаты у вас были 7 рублей, что-то, а что было там по зарплатам, в России в эти годы? Там можно было приехать за 2 зарплаты, когда квартиры строили, ну, не знаю, может, 6-7, то, что там деньги были, за 100 долларов можно было весь интурист напоить в Брест, когда приезжал, то есть, от тебя свалилось, свалилось то, что ты, все нормально, что это? свалилось то, что ты не ожидал, ну, к деньгам-то отношусь достаточно ровно, ну, получилось, почувствовал себя какое-то время, там, мега-футболистом, была история, что вот приезжали, реально им турист поели там, конечно, поели, то есть, его мужики-то не знают, человек был очень жадный, поэтому, если есть деньги, надо их отдать и не вернуться. Вот Динамо-Газовик, первый сын хороший, второй не совсем получился, спускали в дубль, получается, вторую команду, с чем это связано? там не совсем так было, первый круг, как хороший, он не очень хороший для команды был, мы там шли 12 или 13, для меня хороший, я все время играл в составе, второй круг меньше играл, потому что пригласили, человек, наверное, шесть из Динамо-Киева, вот вратарь Игорь Кутепов, Толя Бессмертный, Виталий Пономаренко, Юра Грицина, ну, это игроки национальной сборной Украины были, поэтому, там серьезно, мы во втором круге в 94-м году заняли пятое место по итогам второго круга, тогда было тяжелее, где-то на замену выходил, или кто-то сломался, тем более, я играл переднего защиты, центрального, а, ну, это самый Хруслов пришел на мое место, или на свое место, ну, он пришел с Динамо-Киева, при этом, конечно, в те времена, там и деньги были, там другие, вот, поэтому так, а в 94-м году в Тюмени поменялся тренер, ушел Дурак Васильевич, вот, пригласили, по-моему, Бубнова пригласили, сначала, Ашана Викторовича, у меня уже были какие-то предложения в Беларуси, я год поиграл, и я уехал в Тобольск, во вторую лигу, чтобы год отыграть за Тобольск, тогда многие уехали из Тюмени, нас уехали, наверное, или пять, или шесть человек с газовика туда, и Женя Маслов, там, и Равиль Умяров, уехали, вот я год отыграл, и мне тогда давали, тогда как-то, ну, типа, как свободного агента, что, и я вернулся, мне пригласил в Белшину, какую Белшину не упомянули, Белшину пригласил, Белшину пригласил Евгений Петрович Шабуня, и вот хорошие годы в Белшине, были 97-й, 98-й, 99-й, мы, не хватило нам немножко до золота, в 97-м году, мы выиграли кубок, и за три тура, наверное, четыре, шли впереди Динамоминска, проиграли им в очные 2-1, вот как сейчас Динамоминск, в Бруйске проиграли 2-1, и растеряли, мы могли еще обыгрывать, это молодечно, и все было бы нормально, но мы там сыграли с ними 1-1, и стали вторыми. А вот после как раз Газовика и Ратыша, то есть была возможность остаться в России, либо уже предложения не было, и пришлось возвращаться в Беларусь, даже в Ратыш? Да, после него. Ну, ну, во-первых, тогда Бобруйске были неплохие деньги, в общем-то, поэтому как-то так, ну, я принял такое решение, ну, наверное, было. Может, домой хотели? Ну, не то, что, ну, как-то вот так получилось, что было предложение, я приехал, я бы, может быть, и вернулся в Россию, но я приехал, и сразу созвонили с Евгением Петровичем, и вот он сказал, приезжай, здесь будут, здесь хорошие деньги Бобруйске были. Можно я вернусь немножко назад, к Газовику, мне просто очень интересно было бы узнать, какой был Эдуард Васильевич, когда он был помоложе, то есть он такой же энергичный, там, про Бога были разговоры, мотивационные речи, вот это, то есть о том, о чем все говорят, вспоминая именно Эдуарда Васильевича. Что вспоминаешь? Жабович. Не, не, вспоминая его тренерскую карьеру, я прошу прощения. Эдуард Васильевич еще всех нас переживет, я уверен. Ну, то, что это, конечно, мотиватор огромный, это да, и то, что вот он разбирался в футболистах, и так далее. Мне тяжело говорить, каждый тренер ведет себя по-своему, правильно? Вот, когда футболисты говорят, мне нравится тренировочный процесс, ну, что значит, нравится или не нравится тренировочный процесс? Ну, ты делай то, что скажет тебе тренер, там разберутся. У него был, у него был недельный цикл четко составлен, там, понедельник, среда небольшой нагрузки, там, все взять. Но то, что он говорил, ну, ты, который сборную тренировал, там, Динамо Москву, там, Махачкалу и так далее, конечно, это тренер. Это тренер, вообще, как я скажу, если говорить о величине тренера, то на постсоветском пространстве, в Союзе, ценится, не то, что ценится, есть три глыбы, это высшая ступень, это, да, ну, четыре пусть, это Бесков, Лобановский, Малахеев, Ахалкадз. Вот это три, скажем так, я бы назвал, три метра. Ну, остальные, чуть под ними, там, много тренировал, но это люди, которые, особенно в те времена, которые переворачивали советский футбол. У Бескова было стеночки, у Лобановского такой мощный силовой футбол, у Ахалкадз, там, техничный, у Малахеева называли искренний. То есть, это люди были со своим видом. Конечно, это глыба. И для Беларуси, он, конечно, знаковая фигура. Ну, то, что у него было много, скажем так, их притч, наверное, о них больше расскажут. Минский Динаус, я все-таки с ним побыл полтора года. Ну, да, хватало, в общем-то. Ну, вы там на пяточках прыгали, деревья обнимали. Нет, деревья обнимали, но, вот он говорил, на балкон выйти, вдохнуть полной грудью, сказать, попросить Бога, что все хор на пяточках, для стула, чтобы было хорошо. Ну, он рассказывал, все, конечно, эти вещи. Когда приехали Динауски, и он там, бля, про это, вот, про Павианов рассказывал, там, про стадо Павианов, там, настраивал команду. Мы так слушали уже, ну, понимали. И являет на нас, смотрит, такие, ну, что они сидят? Там, и смется вроде нельзя, установка там. Вот, Одержимый такой человек был. Тюмень его любила, ну, конечно, он искренний человек. так, раз помню, мы с Камышиным сыграли, с Тексильчиком, да, и летели в Москву, на там, на три дня отпустили, на четыре какие-то выходные были. Ну, все в Москву летят, остальные разлетаются, там, мы с Пашей, с Минском, другие, там, другие города, там, и так далее. Вот, и обыграли Камышиным тогда, сейчас помню, 3-1, что ли, да, и на час, ну, тогда времена другие были, на час рейс задержали, сидим в самолете, и полный ТУ-154, там, самолет, там, по, там, по метеоусловиям, там, не знаю, Москвы, там, в Москве 30 градусов жары, задерживаются, задерживаются, начали волноваться, может, неполадки какие-то. Ну, и потом Дарту Васеевич молодежи заходится. его там сопровождение, весь самолет, там, да, Васеевич, мы его в Тюмени любили, была с ним такая интересная очень история, он, выборы в Думу были, и, в Думу, чтобы попасть, там, ну, наверное, 5-ти процентный барьер пройти, да, чтобы, и он тоже, там, за какую-то партию подписался, могу ошибаться, наверное, 3Т, там, был Туполев, там, Тихонов, еще какие-то 3Т, но, много партий создавалось, там, и так далее, ну, серьезные вещи, вот, и собрался, там, дворец, там, был, ледовый, там, ну, надо же, там, агитировать, за партию, за Ленина, за Сталина, и так далее, и затощили, что там, старичами, как двинул, ну, конечно, умнейший человек, он, он, стихи, если утром начнет, вот, утром, следующая дня, может закончить, вот, и он, там, хлеба, нам, ничего не надо, так, туда, сюда, ну, все, следующий день, подъехали братки, на стадион, говорит, ты даешь такую, уважаемый человек, не надо больше, легите, что хорошо голосовали после него, Да, не надо, займитесь командой, я нас тяжелым, вот, времена такие были, 90-е годы, что вы хотите, там, стреляли в Тюмени, через одного, прямо на площади, бандитская Россия была. Были ли вот эти вот истории, такие бандитские, когда вы играете хорошо, и там братки собираются, мужики, все, мы накрываем поляну, или наоборот, там, если плохо сыграете. Ну, таких уже прям, чтобы накрывали поляну, там, и так далее, ну, относились к нам, ну, хорошо, ко мне хорошо относились, потому что я, как бы, может быть, я не очень хорошо играл, но я дрался все время, там, шарашился, там, в подкатах, и так далее. Ну, хорошо относились, конечно, к команде, там, ну, на самом деле, времена-то были, это сейчас в Тюмени, вот ко мне приезжал доктор, недавно из Тюмени, он сейчас знаменитый, такой, в России доктор, тогда ему было мне 26, ему 27, самый молодой доктор в команде был, он сейчас где-то в Олимпийском комитете работает, вот, и так далее. Показывал, вот, Тюмень сейчас, вот, даже смотришь, тогда, конечно, грязь была, там, еще, в общем-то, нефть много, там, ну, еще город был, а сейчас там цветущий город, ну, поменялось, надо вот слетать, тогда немножко было, ну, деньги были, было куда их потратить, Белшину, или что-нибудь про Белшину интересно рассказать? Ну, два кубка Беларуси, получается, самый яркий этап, Вот я всех тренеров упомянул, наверное, все-таки большой след моей дальнейшей тренерской работе оставил Олег Антонович Волох, у нас люди, которые, они, в общем-то, такие тихие, они незаметны, команду тренеров Волох, выдающийся футболист, был в Минском Динамо играл, в Кайрате, он Льву Яшину забивал, вот, и мы когда были в Турции на сборах с Белшина, его там приглашал Кайрат на 50-летие Кайрат, или какая-то круглая дата была, со всеми там почестями, регалиями, мы еще, видите, как не совсем-то научились ценить людей от уровня Пудышева, Курненина, Кондратьева, которые приносили величайшую славу, потому что все-таки футбол, это несравнимый вид спорта, когда на трибунах собирается по 50 тысяч человек, и когда это сейчас, поколение не знает, спроси, я заставил Дубль прочитать книги Василия Саровича, «Мих и судьба», истории не знает, истории Гродненского футбола не знает, истории Белорусского футбола, это же надо все знать, поэтому, ну, все меняется, когда люди были чуть попроще, чуть по интеллектуально развитию, ну, больше знали, вот, Олег Антонович сыграл огромную роль, он тогда был главный тренер, великолепнейший человек, стратег, но очень тихий и спокойный, видите, вот он тренировал, хорошая команда тогда была, очень хорошая, братья Городобоевы, Хрипач, Хлебосовы, Балашов, Путрыш, там, Легенды, Баса Смирных, там игроки были, там вот были игроки, там, особых установок там не надо было делать, и, это все годы Хлебосовов, по 34, по 35 мячей сбил, рекорд, в 96-м он забил, ему, директор тогда Белшинова был, Поляков, любитель футбола, был страшный любитель футбола, вот он, вот что значит руководитель, там, прям команде, что надо, приезжал на тренировки, вот, может быть, как Якушев, в Новополоцке, вот, и, ну, хорошая команда была тогда, и 16 человек, в заявке было две замены, другие эти самые были, вот у нас 16, там, 18 человек было таких, очень хороших, Бобрусь тогда, ну, за час до игры, полный стадион был, это тогда на Спартак, но Спартак, стадион все тот же, все тот же, только, поле там, старые другие, нет, тогда очень хорошее поле было, в 98-м уже чуть похуже, в 99-м, нет, в 98-м, там, когда Белов, наверное, Палыча пригласили, ну, то есть в 96-м поле лучше, чем в 2023-м, в 7-м, в 7-м, в 7-м, ну, конечно, такого, когда мы играли с Белшиной, первый, это ужас, там, можно, в самом деле, как говорил, в Тюмени приехал, Спартак играет после Лиги Чемпионов в Тюмени, Романцев говорит, хороший хозяин, туда корову не выпустит, да, поэтому, вот, Белшина хорошая, времена были очень хорошие, потом ушел Поляков, как-то так, но потом они еще в 2001-м, да, золото взяли, взяли с Вячеславом Генчим, вот, поэтому, да, вот, был Волох, была Белшина, ну, тогда тоже была народная любовь, Белшина там прям, мы хорошо себя в городе чувствовали. Ну, вот вы в Белшине, получается, выиграли два кубка Беларуси, то есть, можно сказать, что Белшина вот в вашей игровой карьере, это такой самый яркий отрезок или нет? Ну, я бы поспорил, может быть, да, у меня везде хорошие времена были, и в Бресте, и в Белшине, и в Гомеле, и в Бродно, если я бы как бы не делил, в общем-то, мне везде было комфортно, я редко сидел на скамейке, и везде играл. Когда начинается в вашей карьере этап, когда вы в каждой команде капитаном становитесь? Ну, и не в каждой команде. Ну, практически в каждой. Ну, в Славе хороший период был, тоже очень понравилось мне в Славе. Да везде понравилось. Да не в каждой команде было капитаном, причем здесь каждый. Мне кажется, много где. Я просто имел какое-то влияние на команду, причем здесь к graphic у нас, у нас вот капитан Ваня Сыданович, нет Вани, Леша, Легчилин, тут кого не бери, это капитан – это тот, который имеет слово в раздевалке. У нас имели слово в раздевалке в любой команде. Гродно имели люди слово в раздеванке, и Олег Радужко, и кто угодно. И в Белшине были. Кого не с ней, все капитаны. Ну, капитан, конечно, настоящий капитан был. Это Игорь Градобоев. Он был капитан. Но остальные иногда повязку оденешь, когда кого-то нет. Вот в Мозыре я был капитаном. Ну, там Игорь Балин был капитаном. Ну, капитан, это все-таки так. Не, ну, у каждого в команде по-разному. Да, и бывает. То есть, кто-то повязку получает, и колени начинают трястить, потому что как будто чувствуют, что на нем вся ответственность мира собралась. А кто-то... Да, думаю, что нет. Ну, где такое? Почему ты решишь? Не, ну, бывает, говорят такое, что вот капитанская повязка, и все. И футболист уже и играет немножко по-другому, и переживает. И кто-то говорит там, я вот с капитанской повязкой выхожу и чувствую, какая ответственность на мне сейчас. Да, ну, успокойся. А вы говорите спокойно. Типа, ну, кто надел повязку, тот капитан. А тебе ответственность передать своему делу. Ну, вот и все. У каждого по-своему просто здесь реакция. Игорь Николаевич, потом Гомель. 2000 год, тогда в 99-м году я Белшину, скажем так, ну, обманул Гуччу. Олег Аркадьевич есть, директор клуба был. И Вячеслав Евгеньевич, Акшаев. Мы с ним были знакомы как игрок-тренер. Ну, в каких-то качествах я, наверное, ему импонировал. И меня уже было приглашение с Гомеля. Но для того, чтобы уйти с Белшины, тогда не было, когда заканчиваешь контракт, и свободный. Тогда были какие-то коэффициенты. Умножаешь заработную плату. Там какой-то коэффициент в зависимости от возраста. И компенсация была. Вот так. Это сейчас все очень так по-другому. А тогда надо было взять, типа, как справку на работе, что футбольный клуб Белшина финансовых и иных претензий к такому футболисту не имеет. Стемпель. Обходной лист. Ну, вот это, смотри. Тогда в федерации был Юрий Станиславович, Савицкий, вот так далее. Я говорю, как быть-то? Как бы в хороших отношениях было. Он говорит, ну, надо тебе, чтобы перейти. Ну, и Гуща меня вызывает. Говорит, ну, что, куда ты идешь? Ну, главное, чтобы не усилил там соперника. И меня пригласил в Томск. Не в первой лиге был Томск. Я говорю, ну, конец мне сколько? 2000 года, 32 года. Я говорю, Аркадьевич, ну, конец карьеры. Надо съесть подзаработать чуть-чуть и так далее. Еду в Томск. Ты в Беларуси точно никуда? Я говорю, ну, Томск, вон, вызов Томск. Лечу в Адлер на сборы. Ну, как бы это на самом деле. Ну, он подзывает там Владимира Владимировича Бубновского. Типа, дай ему бумагу. Ну, все, бумагу. Ну, и все. Мы тогда с Андрюхой Турчиновичем полетели в Томск. Да, ну, конечно, да. Полетели в Томск. Вот, Гомель собирается отдельно. Там тренируются здесь в Беларуси или где они там. Мне надо было там в Томске. Ну, все, в Томске побыло два сбора. И возвращаюсь в Беларуси. И еду в Гомель, подписываю контракт. Ну, они говорят, у меня справка есть? Они говорят, нет, так не пойдет. Они звонят в Гомель и говорят, вот, Ковалевич, у вас, значит, платите нам компенсацию. Семен Яковлевич Ворончук был директор клуба. Он говорит, нет, компенсации не положено. Вот. Справ. Да, они говорят, он нас обманул. Сказал, что поедет. Ну, вот такой случай был. И вот я в Гомеле тогда. А почему вы не захотели возвращаться? Почему Томск? Почему вы хотели уйти из Беларуси? А, пресс? Ну, как, я не хотел уйти, уже там менялись. То есть, ставку делали. 99-й год, ставку делали на молодежь и так далее. И там по дому. То есть, уже как бы всему свое время я почувствовал, что надо уходить и надо искать какие-то варианты. Это первый момент. А Томск тогда просто сборы не прошлись? Нет, нет, я прошел сборы, но я уже знал, что буду в Гомеле. А, вы не собирались в Томск? Нет, в принципе, и по деньгам, и по всем этим. Плюс-минус там было где-то... Рядом. Рядом, да. Ну, ехать туда и ехать в Гомель, ну, две разные вещи. Поэтому, вот... В Адлер слетали на сборы и обратно... Ну, наверное, два сбора где-то. В Адлер еще куда-то слетали мы на сборы. И вот я в Гомеле год, мы тогда что-то место заняли. Тогда Мозырь очень сильно играл. Вот я сколько слежу за чемпионатом Беларуси. Мне кажется, за все годы всех чемпионов тогда была самая сильная команда, это Мозырь. Но Славия мощнейшая. Да. Тогда в 2000 году, когда, по-моему, и Васильюк, Стрепейкис, там, Корсаков, там, что они творили. У нас в Гомеле, я как сейчас помню, была неплохая команда. Мы Мозырь заехали 0-3, проиграли. Это вообще как ничья была. Нас в Спартак так в Тюмень не возил, как Мозырь. Хорошая команда была. Все помню. Что дальше? Расскажите про Гродно. Да, вот вы приходите в Неман. Во-первых, там был золотой матч. Но еще до золотого матча. Еще до золотого. 2001 год. То есть Неман тогда тоже на подъеме, там, четвертая, пятая. 2000 год, 2001, да. Вот в 2000 году у меня был пункт в контракте, что я в Гомеле, я подписывал контракт под Акшаева. Тогда, наверное, можно было, не знаю, сейчас. Но тогда же не было ни агентов, ничего. Я подписал там, контракт является действительным, пока главный тренер Акшаев, образно говоря. Ничего себе. Да, и вот, и тогда такой контракт подписали. И Слава Гормыш и Виталий Олещенко был за контракт. Ну, подписали, подписали. Руководство согласно, согласно. И в конце сезона Акшаев уходит из команды. И вот тогда, не знаю, там уже в эти время, Кузнецов приходит. И у меня такой пункт там, вот. И мне, чтобы опять же не платить компенсацию, мне было уходить заискатуров до конца. И я позвонил в федерацию, как делать. И вот я расторгнул контракт. И оставался... Ну, все, расторгнуто. Тогда играл Гомель без меня. Ну, и вот как-то там, я не знаю, тогда были какие-то предложения и так далее. Тренировался я с Доридой, с Владимиром Борисовичем Корневым. Поддерживал форму. И я вернулся к Акшаеву в 2001 году. Вот, и он ушел в Белшину. И зовет меня в Белшину. Вот, да, и зовет меня в Белшину. То есть, возвращайся, там все, тебя ждут, тебя знают. Мне уже 33 года. Ну, я поехал с ними на сбор в Словакию, в Турцию. Подписывать контракт. Гуща говорит, завтра следующий сбор. Я на следующий сбор поехал, следующий сбор. Ну, и на последний сбор я с ними не поехал. Собрал вещи и просто уехал. Я говорю, ну, 33 года уже не буду точно с вами на просмотре ездить. Да, да, нет, нет. И вот ушел в никуда. Тренировался с Доридой, по-моему, в второй лиге было. Это как раз было перед чемпионатом. То есть, уже с Белшиной все было на мази. Нам говорили условия. И вот. И я ушел просто. И тренировался с Доридой. И вот буквально за два, за три дня до чемпионата позвонил Витя Юйко. Мы играли с ним вместе в Скифе. Вот. Говорит, приезжай в Гродно. И вот я буквально за два дня до игры, за три, до начала чемпионата мы первую игру играли в 2001-м группе, наверное, с Динамо Минском. 2-0 проиграли. Помню, Петя Кочуров, наверное, из-под меня забил. 2-0 проиграли. И вот я сразу приехал в Гродно и стал играть. Ну, и вот играют. То есть, я заключил контракт на полгода. То есть, там, ну, совсем маленькие какие-то деньги были. Но мне надо было играть, потому что у меня было предложение из Казахстана. И вот я заиграл полгода. И там была Гера Холодацкий, так как я забыл, его зовут Антонович Волох. Позвонил в Казахстан. И я в Семипалатин зон был ехать. Ну, Сергей Витальевич прошел. Говорит, ты оставайся, мы тебе сделаем какие-то условия. Вот я остался в 2001-м году в Гродно. Вот в втором и третьем. Вот так получилось в Гродно. Так что там было? 2001-й? 2001-й, второй-третьем. 2001-й год. То есть, в 2000-м, как бы, Гродно тоже очень хорошо смотрелся. Там четвертое-пятое место было, если не ошибаюсь, с пятой, в 2000-м, четвертое. Нет, в 2001-м, четвертое. В 2001-м, четвертое. Да, но там не хватало вот шага прям до пьедестала. В Гродно феерил тогда Сергей Давыдов. Вот это тоже нападающий, который появился как будто из ниоткуда. Не знаю, как его взяли, он с третьей лиги. Да, вот с третьей лиги появился. Тогда в Гродно получилось так, что вот все в Гродно сошлось. Очень хорошее поколение было. Сулима, Равнейко, Тарасчик. Это все молодые. Сучков, Надеевский. Это им было 20-22 года. Дима Доля. Борисейка, Коваленок был. Дима Доля, это судья? Что? Да, да, который судья. Дома, с Тяо забил. С Тяо забил, да. Коваленок, там команда была. Олег Радушка из «Ветеранов», Вася Дятлов был. То есть там как раз-таки команда была. Очень дружная у нас команда была. Там просто великолепный состав был. И здесь в Гродно был в 2002 году был бум. Народ, мы там, конечно, жалко вот чемпионство как-то так. Тогда, если не ошибаюсь, во второй половине сезона объявили, что вход на все домашние матчи бесплатный. То есть как бы из-за того, что команда шла хорошо по первой части сезона, во второй сезоне все домашние матчи сделали бесплатными. И народ просто забивал все. Сюда было не зайти. Тогда еще «Красное знамя», если не ошибаюсь, назывался стадион, а не «Неман». Народа постоянно было на трибунах куча. Такой момент. За 4 тура, получается, до окончания отрыв «Немана» от Батте составлял 7 баллов. То есть что произошло и как вот так растеряли эти все баллы? Ну, это, во-первых, психологический момент такой, как бы. Мы проиграли здесь игру Батте. Ну, понятно, там, наверное, все-таки не совсем это было логично. Там Саша Сулима потащил пенальти. И потом там прям Володь Невенский, по-моему, за Батте играл, могу ошибаться, рукой остановил прямо мяч в воротах и не поставили точку. И потом мы пропустили. Мы Батте проиграли. Проиграли при хорошей игре Жодина здесь. Вазя Дятлов покатил в центрополя с Аней, там, Юра Марки, по-моему, да. Выбежал и забил гол 1-0 вот так. И потом поехали в Брест. Днепр обыграли. Вот это то, что на скидку, я помню. Брест поехали, 1-1 сыграли. Это вот финальный матч, когда там 2 очка, 2 балла оставалось отрыва. И Батте играл в Днепре, а мы в Бресте. И вот если мы выиграли, мы чемпионом. Мы сыграли 1-1, забил Виталий Тарасчик и Денисеня сравнял. Причем Денисеня вот только перешел из Немана в Брест. Да, и вот в золотом матче мы один Тарасенко забил, Милский проиграли. Расскажите вообще, да. Подожди, но вот тогда очень интересная игра по Динамо Брестскому. С Динамо Брестским, потому что я вчера пересматривал, когда там готовился к игре. Там Тарасчик, если не ошибаюсь, он рукой забивает мяч. Коля Метельский судил по кое. Там, получается, был навес из штрафной, и он забегает, и практически как Марадонна выставляет руку вверх. Ну, не практически, он так кулак выставил головой. Ну, в принципе, там такой момент, а в Динамике вообще даже мы не поняли, что он рукой забил. Братарь вышел, я, и он раз, и перекинул. Да, все, весь Брест там побежал на судью, но в Динамике поставили на центр поля. Да, что в раздевалке тогда? Признался, что рукой забил? Как там признаваться, что рукой забил? Что там признаваться? Не, ну, или там все, в принципе, видели, такие, думали, ну, ладно. Ну, я не знаю, Коля, он такой нормальный судья был, я не знаю, вот если только в Динамике так получилось. А так, конечно, там из трибун, с космоса было видно, что он рукой забил. Смотрите, вот тогда еще была такая, как бы, по крайней мере, от Анатолия Анатольевича Капского, да, от него была тогда такая, как бы, информация, что вот все говорят, что Батэ заносил деньги, и он сам в интервью говорил, по крайней мере, что спасибо командам, если не ошибаюсь, там, Брест, Жодина, которые были до этого, которые вот смогли остановить Неман, это настоящие коллективы, которые боролись, да, а вот там Динамо, Минск хотели нашего поражения в чемпионате, но не хотели нашей победы, они проиграли Неману. То есть, тогда вот такие вот слова были вокруг того, что все-таки Батэ догнала Неман, но момент вот этих договорных каких-то матчей, или там стимулирование, о котором сейчас поговорилось. Стимулирование момент был во все времена. Ну, это сейчас запретили стимулирование. Ну, вот видите, там, не знаю, там, эти разбирательства не смотрел, но тогда стимулировали, ну, во все времена стимулирование, это не сдача, правильно? Ну, да, но если кто-то хотел кому-то стимулировать, ну, я знаю, Батэ, ну, опять же, по словам, стимулировал обрез, ну, стимулировало, ну, сыграли они мячу и так далее, но... Вы смотрели интервью Черника, когда мы, Городея, играла с нами, он же сказал, что шахтеру стимулировал, получили деньги в раздевалке, поэтому стимулировали стимулирование, это точно не сдача игры, поэтому, конечно, стимулировали. И еще такой момент, то есть, как раз-таки цитата Анатолия Анатольевича. Скажу честно, многие клубы высшей лиги элементарно симпатизировали Батэ, так как Неман своим поведением на поле и возле него настроил против себя ни одного соперника. Что там происходило? Ну, уже нам, по крайней мере, это точно сложно вспомнить, что там было. Да, Дань? А вот что тогда было, что прям Неман настроил соперников против себя? Ну, мне так тяжело. Может, Капский переукрасывал? Нет, ну, может быть, или это просто вот как бы... Ну, во-первых, ну, вы же понимаете, да, что Капский очень серьезный человек. Человек, который со временем, ну, опередил футбольный мир Белоруссии на лет 40. Тогда на век. Если Батэ можно было забивать руками, ну, как нас уже... Ну, руками забивали, мячи. Понятно, что там, конечно, судейство благословило, там, благоволило им, поэтому кто там чего настраивал, ну, мы-то точно не с, скажем так, как ворошиловне кинешься с конем на танк. Откуда знаешь, что он сказал? Ну, сказал, сказал. Так, конечно, судейство было в пользу Батэ. Да, кстати, посмотрели, тут матч, который здесь, ну, рукой остановил мяч, прям рукой, на линии штрафной остановил и играет. Поэтому, ну, было и было. Ну, ясно, судейство, а вот... Хорошо играли, я не знаю. Может быть, у вас тоже команда была боевая такая? Негативно, боевая, ломали что-нибудь там. Ну, не, ну, я мог там, да. Мог, не, ну... Не, ну, вы всегда, вы... Ну, при чем здесь, я же так играл и до Гродно, и... Ну, в Тюмени катались, все-таки рассказывали, да? Ну, до меня игра там такая была, отобрал, что-то отдал. Ну, конечно, там желательно было, чтобы тебя не обыграли. Ну, я достаточно жесткий был там и по карточкам, и так далее. Поэтому, а кто там думал, не ломали никого точно? Тоже прям сломать. Всякое бывало. У вас цитата есть, кстати. Ну? Если бы сейчас я играл, то меня бы удаляли в каждом матче. Ну, вы не сравниваете уровень того судейства и этого. Там судили высококлассные люди. Было всякого там и грехов и так далее. Но тогда люди судили, которые понимали футбол. Ну, точно там за... Вот показали Аллы Кулову карточку. Так судья не показывает сейчас эту карточку в игре с Брестом. Резервный его подзывали. Говорит, карточку покажите. Там нарушений не было. Плечом оттолкнул. Ну, на линии был момент. Сейчас карточки раздают налево, а не право. А направо. Ну, раньше судьи были. Они, ну, половина играли в футбол, половина знали футбол. Сейчас интервью там дают эти химовские, а химовские. Как они судили узду, там, какую-то еще что-нибудь. Ну, судили раньше. Жук чемпионат мира судил. Там много. Чик Кун. Кого-то, кого-то, кого не вспомнили. Там Дик, там судьи. Ну, там были судьи, которые могли поговорить, знали по именам всех футболистов. Сейчас Леша Кульбаков. Ну, какой-то дух игры, блин. Сейчас как-то понабирали. Ну, так, жизнь такая. Не все идут в судействие. Раньше судьи где-то, кто закончил, судействие шли. Сейчас они учатся судить. То есть, они сами не играли в футбол. Не знают. Есть турнир судей. Они по-другому себя ведут. Когда они встречаются с соперниками, играют друг против друга. Каждый высказывает свои претензии, правильно? Тоже что-то не нравится. Легче всего там свистеть и так далее. Кажется, сейчас, ну, нет таких судей. Осталось. Ну, короче, есть, это и Курхелия. Там есть, конечно, хорошие ребята, которые там и так далее. Но раньше было другое. Во-первых, уважали судей, футболисты. И судьи уважали футболистов. Как бы то ни было. Бывало, что мне прощали карточки. Уже была. То есть, такие нарушения. Ну, точно тут, честно, показывали целую кучу карточек. Все меняется. Не говорю, это хорошо или плохо. Ну, все меняется. Раньше было это все более профессионально. Так, может, сейчас показывают, чтобы уменьшить травматичность какую-то? Поэтому сразу... Ну, опять же, наверное, есть какая-то статистика травм. Правильно? Вот ее... Мы можем только говорить, когда... О каких-то вещах, если мы их сравним. Все познается в сравнении. Говорить, меньше стало травматичности. Но иногда же выходит до абсурда, да? Когда выходят люди на поле, осень. Ну, мы о чем думаем? О красоте футбола или о здоровье человека? Мы играли в Минске на стадионе. Майковск? На Майковске, да. Ну, там снег. Там это самое. Ну, подштаники. Надо одеть там. Нет, сейчас надо красные трусы. Если красных подштаников нет или желтых. Надо одеть или вратарь одевает. Он стоит, игру. Ну, в больницу его положить. Запрещают идти. Но есть какие-то... Сам золотой матч. Да, золотой матч. То есть там долгие. Я помню, потому что... Ну, почему я говорю вот об этом? Потому что сам в детстве все это смотрел, следил. Там у меня братья двоюродные. У них знакомые как раз-таки в нем. Они играли, они мне приносили там фотографию доли с автографом. Как раз-таки есть в каком-то моменте. Я постоянно следил, смотрел вот за тем, как играет неман и переживал. Постоянно смотрели за тем, кто должен быть первым, кто вторым. Будет золотой матч или не будет. Потому что дополнительная статистика. Я вот не помню, как она велась. И было ли прописано тогда в рекламенте. И вот назначают на 8 ноября золотой матч. Вы из-за перебора карточек уже не выступили в нем. Правильно? Получается, у вас перебор карточек был. Там написано, что Гродно подавал заявление в КДК. Если не ошибаюсь, так называется. То есть там Пунтус был против. Ну, вот вы сами ответили вопрос на слова Анатолия Анатольевича. В регламенте не было прописано золотого матча. Точно так же золотой матч в то время был в России. Кто играл? Локомотив. Как кто это играл? Надо посмотреть. Им разрешили. Почему? Закончить чемпионат. Две команды играют чистого листа. Золотой матч. Чемпионат закончился, все аннулируется. Есть логика в этом? Конечно. Нигде не было прописано золотого матча, как к нему подводить. Пожалуйста, если вы такие серьезные мужчины, давайте выставим составы, которые считают на данный момент сильнейшие главные тренеры команд и сыграют. Логично? Логично. Ну, федерация тогда пошла на поводу у БТ. Ну, а вы говорите каких-то выражений. А что они не разрешили играть мне и Сучкову? Ну, в те времена, наверное, мы с Сучковым были игроки основного состава. Ну, не знаю, какая-то потеря была. Может, я, ну, не совсем такая значимая потеря была. Может, легче меня было заменить. Но Леша Сучков в то время был лидер команды. И один из ключевых игроков. Поэтому тоже БТ испугался. В ответы все на ваши вопросы. Поэтому мы не играли. Команда играла хорошо. Но Тарасенко забил мяч, по-моему, со Штрафного. Поэтому вот так вот получилось. Валера. Красавчик. Да. Забил, да. Но это было в дополнительное время. В дополнительное время, да. Потому что... Да, очень хороший матч был тогда. Тяжелые погодные условия были. На самом деле, матч достойный двух команд, которые боролись за чемпионство и так далее. И получается, что вас в Белшине немного не хватило. Чуть-чуть. Чемпионство. В СБТ еще больше, да, когда Гродно играл. И вырастали. Ну, тут я скажу, 50 на 50 в Белшине тогда не хватило. Тут-то более-менее. Вот как везение хватило. А в Белшине не хватило глубины состава. Мы играли 13-14 человек. И если тут как бы в Гродно было кем подменить там и так далее. Но вот чисто везение. То уже мы в Белшине, особенно когда проиграли «Динамо», уже доигрывали на сдутых колесах. И у вас остается Мозырь, Славия. И еще один год был у вас в Азербайджане. Да. Славию вы хвалили? Ну, тогда Сосницкий тренировал Славию. И это был после Гродно. Я в 2003 году уходил из Гродно. Тогда, в 2003 году, мы играли первые игры в Лиде. После чемпионского года или там борьбы за чемпионство седьмое место для руководства показалось невовлетворительным. И шло омоложение команды. Мне тогда уже было 35 лет. Надо было когда-то уходить. Хотя здоровье было... Еще можно было поиграть. Я принял предложение. Звал меня Вячеслав Евгеньевич тогда в Новополск. Принял он. Звал меня в Новополск. Ну, видите, паспорт все-таки для руководителя иногда решает роль. И тогда на тот момент руководство Новополск сказало, что я старый. И пригласили меня в Славию, в Сосницкий. Очень хорошая команда у нас была. Это 2004 год. Я отыграл в Славии тогда первый круг. Первый круг отыграл. И уехали. И уехал в Азербайджан совершенно случайно. Тогда Володя Белявский, мой друг, позвонил. Говорит, мы по-моему игру какую-то сыграли. Говорит, в Азербайджане создается новый чемпионат. Там тогда в те времена президентом стал Ильхам Алиев, наверное. И он, наверное, дал какую-то... Вернул бизнесменов, которые уехали в свое время за границу. Вернул на родину. Амнистировал, короче. Да. И чтобы они вложили деньги в спорт. И, ну, так и футбол, спорт номер один. Вот все вложили в футбол. Там строились стадионы вообще сумасшедшие. И вот там Назим Сулейман, вот знаменитый футболист был. Вот. Он пригласил. Ну, я приехал на просмотр. В Азербайджан сыграл две игры. И мне сказали, что готовы за меня... Ну, готовы подписать со мной контракт. Я приехал в Мозырь. Забрал документы. Поехал в Азербайджан. Мы тогда стали вторыми, по-моему, в чемпионате Азербайджана. Все игры я отыграл. И в конце чемпионата, наверное, сменился. Поменяли. А нет, еще по ходу чемпионат. Назима сменил Расим Кара, который сборную Турции тренировал. Вот. Я готовился ко второму кругу. Пусть там, наверное, осень-весна. Как летом всегда. Вот. Ну, Расим Кара. Там же так бывает. Приехали другие люди. Я обратно вернулся в Белоруссию. Ну, там, заборами заработали денег. Там очень большие деньги были. Интересная страна. Тогда футбольный бум был. Много друзей осталось. И когда я играл, тренировал, помогал Георгию Петровичу. В сборной мы ездили. Мы попали в группу со сбора Азербайджана. И вот. Очень хорошо нас встречали. И потом вернулся в Белоруссию. Опять вернулся в Славию. Ну, ушел в Сосницкий. И началось там в Славии, в общем-то, какие-то вещи. И после поражения 1-6, когда, по-моему, молдавский какой-то тренировал. Карп. Илья Карп, да. И я закончил с футболом. Наверное, как этот самый, как Макс Ромаченко. Когда я его поменял в штанге на 48-й минуте. Ну, это не принято. По этикету. Замены делаются. Ну, если там травмы, что? Если надо сделать, то делать в перерыве. Или, ну, раньше 55-й минуты. И как-то, ну, можно. Вот. Ну, это ничего не решает. Тем более, я уже был, как бы, такой серьезный товарищ. И меня менять. Ну, поменять в перерыве. Какие проблемы? На 48-й минуте поменял. Я высказал все, что думал по этому поводу. И завершили игровую карьеру. А в Хазаре, в Азербайджане, вы говорили, что на протяжении карьеры были хорошие условия. И в Белшине, и в Тюмени, в принципе. В Хазаре самые большие деньги вообще за вашу карьеру. Ну, нет. Не сравнить же с Тюменью. В Тюмени было больше? Ну, конечно. Ну, в Хазаре, ну, там разные. Во-первых, разные времена. Если в Тюмени были меньше деньги. Ну, то есть, скажем, на Тюменские деньги ты мог две квартиры купить на эти самые одну. Ну, образно я говорю. И все, все же относительно. Тогда же не было счетов. Вы что, в пакетах деньги везли домой, кстати? Да. Ну, в принципе, да. Вот с Москвы везли в поезде деньги. Потому что вот мы приехали, когда заключили контракт, и нам в Москве дали деньги. Тогда был я. Саня Мартешкин. Вот. Из Белоруссии были. Серега Колтовича. Еще кто-то был. Вот в Москву. Московский банк перечислили. И мы в поезде везли. В Белоруссии. В этих клетчатых тоже в столе-то закрывались? Они в столе-то нужны. Прямо там и в клетчатых, и в сумку-то точно влезут. Не так много, что клетчатых. Не как у Калачева, да? Да. Нет, конечно. Ну, все относительно. На квартиру хватало. Но у нас есть еще один приятный розыгрыш, о котором мы расскажем вот сейчас в этой дополнительной вставке. А также здесь в дополнительной вставке подведем, друзья, итоги розыгрыша, который состоялся у нас со Славой Глебом, где вам нужно было угадать счет матча Динамо-Минск-Неман-Гродно, который завершился в пользу столичной команды за счетом 2-1, и в котором разыгрывались наушники JBL. Итак, 54 человека угадали счет. Сейчас мы будем разыгрывать эти наушники. Мы будем разыгрывать подарок, который, соответственно, Слава Глеб или Вячеслав Павлович, правильно сказать, Глеб, приготовил вместе с Фанбет для вас. Разыгрываем очень просто. Рандомайзер. 54 участника вбиты в специальную программу. Вот здесь такая кнопочка возле меня. Я нажимаю на эту кнопку. Ну и, соответственно, видим результаты. Внимание! Поехали! Итак, полетели. Имена вы видите сейчас на экране всех участников, которые, соответственно, принимают участие абсолютно рандомным образом, абсолютно в случайном порядке. Сейчас вылетит одно имя, и это Валентин Студент. Валентин Студент, юзер, и дальше вот через собачку это его, соответственно, ник в Ютубе. Валентин Студент. Я думаю, кому, как ни студенту, наиболее подойдут наушники. Поэтому все можете там выдохнуть немножко спокойно и отправиться сейчас в борьбу за мяч. Если вы смотрели, а я думаю, вы смотрели, а даже если вы и не смотрели матч Шахтера и Немана, то один из мячей, который забил Максим Кравцов, он праздновал просто великолепно, креативно, круто. Он подбежал к Игорю Николаевичу, показывает там вот на кепочку. Игорь Николаевич снимает свою кепку, передает Максиму, Максим надевает и начинает. Говорит, я вот журил, я журил вас, журил вот всех, как делает это Игорь Николаевич на тренировках. Бывает, время от времени, не так часто. Уточнил потом немножко Максим. Итак, друзья, вот та самая кепка, та самая легендарная кепка. Ну, сейчас у нас нет ее в студии, потому что еще просто не успели из Гродно ее передать. Но вот та самая кепка отправляется в розыгрыш. Как будет проходить этот розыгрыш? Смотрите, мы в социальных сетях, да, не только в YouTube. Это социальная сеть, это Instagram, это Telegram канал на банке. Это социальные сети FunBet. Именно в социальных сетях во всех мы предлагаем вам придумать креативное празднование, новое креативное празднование для команды Неман Гродно. Тот участник, который предложит самое лучшее празднование, команда отберет. Соответственно, забив следующий гол, команда это празднование повторит. А человек, который придумает вот этот вот креатив, получит кепку Игоря Николаевича Ковалевича. Итак, друзья, писать свои креативные празднования можно везде, под всеми социальными сетями, вот здесь, в YouTube. Если вы увидите этот конкурс в Instagram, в Instagram. Если увидите в Telegram, в Telegram, если увидите в Одноклассниках, там не пишите, там нас нет. А все остальные социальные сети задействуем по максимуму. Друзья, вот такой еще один приятный подарок для вас. Вот этот мяч, который находится в центре нашей беседы, сейчас будет подписан. Игорь Николаевич, держите, это вам. Спасибо. Мяч из личной коллекции Игоря Николаевича, кстати, друзья, мало того, чтобы приехали в гости, еще и мяч забрали, понимаете. Вы всегда в комментариях просите, чтобы мы разыграли мяч, поэтому мяч из личной коллекции, мяч с личным автографом Игоря Николаевича будет разыгран в этом выпуске. Для того, чтобы выиграть мяч, нужно угадать счет в матче, который состоится в воскресенье. Неман будет играть на выезде против Сморгони, самое интересное. И кто угадает, тот, возможно, получит этот мяч. Кстати, Гродинское дерби такое, можно сказать, да, областное. Игорь Николаевич, в двух словах, Сморгонь является ли, может быть, как-то подпиткой для Немана? Во-первых, работает там Игорь Трухов. Мы капитан команды, у меня это раз. Во-вторых, у нас очень хорошее общение с руководством Сморгони. И вот мы отдали Сморгони, брали футболистов, оттуда приглашали какой-то час, отдали там, ну, в аренду. Вот сейчас играл Красно у них, во втором круге мы его забрали, у нас был найден. То есть у нас очень хорошие дружеские отношения со Сморгони, но игра будет серьезная. Это дерби? Ну, условно назовем, скажем, областное дерби, потому что Лиды сейчас нет, Слони Монет, они в первой лиге, поэтому и от Гродинской области две команды. Почему, спрашиваем? В первых выпусках, когда мы только начинали шоу, мы очень много говорили про Матвея Дукса и продолжает фиерить этот парень. Вы следите? Ну, а что следить за ним? Я не знаю, его вызывают в молодежном сборной? Вызывали, но он сидел на лавке, он не вышел. Ну, хороший игрок, ну, конечно, хороший игрок, может быть, здесь, ну, тоже, видите, здесь такая ситуация, надо, может быть, ему поменять партнера, чтобы посмотреть, как он на другом фоне играет. Там, конечно, молодой парень, 20 лет ему есть или нет, не знаю. 20. Ну, 20 лет, он лидер, там, смотрите, сколько набил, забил. Хотя, вот когда я играл о Гродно в 2000 году, в 2002, там таких 20-летних было штук шесть, и райщики, и так далее, и Сучков, вот, и, ну, он, конечно, хороший игрок, он очень много очков принес в Сморгоне, именно не то, что там он забивает, бывает, там, при счете 5-0 забьет, а так он приносил решающие очки, мне он нравится, хороший игрок, я думаю, у него хорошее будущее. Хотели бы в Немане увидеть? Ну, есть, с кого у Немане и без Немане увидеться, пусть играет в Сморгоне. Да, в любом случае, удачи вам в предстоящем матче, который состоится в воскресенье со Сморгонью. Вчера раньше будет один? Нет, раньше будет с Шахтером, да, сначала с Шахтером, потом со Сморгонью, ну и шести, шести баллов в этих матчах. Спасибо, вам спасибо. Спасибо большое.